Джеральд Даррелл. Филе из Палтуса. Из книги «Рози моя родня. Филе из Палтуса. Рози моя родня». Перевод с английского Жданова. Москва-Армада, 1995. «Посвящаю эту книгу моему брату Ларри, который всегда поощрял меня и больше всех радовался моим успехам. Этот ребенок ненормальный, набивает карманы улитками. Лоренс Даррелл около 1931 года. Этот ребенок ненормальный, держит скорпионов в спичечных коробках. Лоренс Даррелл около 1935 года. Этот парень ненормальный, работать в зоомагазине. Лоренс Даррелл около 1939 года. Этот парень ненормальный, задумал работать в зоопарке. Лоренс Даррелл около 1945 года. Этот тип ненормальный, бродит в джунглях, кишащих змеями. Лоренс Даррелл около 1952 года. Этот тип ненормальный, решил завести свой зоопарк. Лоренс Даррелл около 1958 года. Этот тип ненормальный, пригласите его к себе, и он поселит орла в вашем винном погребе. Лоренс Даррелл около 1967 года. Этот тип ненормальный. Лоренс Даррелл около 1971 года. Глава первая. Рождение названия. Был один из тех знойных ясных безоблачных дней, какие изо всех стран мира только Греция умеет созидать. На оливах стрекотали цикады, и море представляло собой глубокое потону и живое отражение синего неба. Мы только что не спеша управились с обильным ленчем под корявыми кривыми оливами, которые росли почти у самой воды, на одном из прекраснейших пляжей Корфун. Женщины отправились купаться, оставив Ларри и меня наедине друг с другом. Мы лениво возлежали на песке, задумчиво передавая из рук в руки огромную бутыль в оплетке с отдающим скипидаром греческим вином. Пили молча, предаваясь размышлениям. Ошибается тот, кто думает, что писатели при встрече сыплют с травмными шутками и игривыми замечаниями. — Хорошее вино! — произнес, наконец, Ларри, неторопливо наливая себе стакан. — Где ты его брал? — Купил у человечка, который держит лавку в одном из переулков возле площади Святого Спиридона. — В самом деле хорошее вино? — Согласен. — Отличное! Ларри посмотрел на вино на свет, оно отливало поблекшим старинным золотом. В последней бутылке, которую я брал в городе, было нечто по виду и на вкус, похожее на ослиную мочу. Наверное, это и впрямь была моча. — Я буду проходить там завтра, — сказал я. — Могу взять для тебя бутыль, если хочешь. — М-м-м, — отозвался Ларри, — возьми две. Утомленные глубокомысленной беседой мы наполнили стаканы и снова погрузились в молчание. Остатки нашей трапезы привлекли муравьев — черных, крохотных, суетливых и длинноногих, крупных, рыжих, стачащим наподобие зенитки жалом. По кореоливы, в которые я прислонился, ползали раи причудливых гусениц, маленькие пушистые твари, смахивающие на уродливых, грязноватых белых медведей. — Над чем ты работаешь сейчас? — справился Ларри. Я удивленно посмотрел на него. У нас было неписанное и невысказанное правило во избежание раздоров и вульгарной брани. Никогда не обсуждать друг с другом то, что мы называли нашим творчеством. Как раз сейчас ни над чем. Ну и вообще-то кое-что задумал. По правде говоря, мне подсказала одну идею твоя книжка «Спирит оф Плесс». Ларри иронически фыркнул. В «Спирит оф Плесс» вошли его письма друзьям, тщательно собранные и изданные нашим старым другом Алланом Томасом. — Не понимаю, какую идею она могла тебе подсказать, — заметил Ларри. — А вот подсказала. Я подумала о том, чтобы составить своего рода сборничек. У меня накопилось своема материала, которому не нашлось места в моих книгах. Вот я и решил собрать все вместе под одной обложкой. — Отличная мысль, — заключил Ларри, наливая себе еще вина. — Никогда не давай пропадать хорошему материалу. Он снова поднял стакан, любуясь цветом вина. Потом посмотрел на меня, и в глазах его зажегся озорной огонек. — Знаешь что? — сказал он. — Назови-ка свою книгу «Филит оф Плейс». Я так и сделал. Глава вторая. Мамин праздник. Лето на Корфу выдалось на редкость долгое и жаркое. Несколько месяцев вовсе не было дождя. От восхода до захода с выцветшего неба лились на остров жгучие лучи. Нестерпимая жара все пекла, все иссушила. Нелегко далось нам это лето. Радушный Ларри наприглашал в гости кучу своих друзей, представителей творческой интеллигенции. Они пребывали такими косяками, что мама была вынуждена дополнительно нанять двух служанок и почти все время проводила в нашей огромной темной подвальной кухне, перебегая от одной плиты к другой, чтобы накормить полчища драматургов, поэтов, писателей и художников. Теперь, наконец, мы проводили последних гостей, и наше семейство отдыхало на балконе, попивая холодный чай и созерцая тихое синее море. Ну, слава богу, все, сказала мама, отставив чашку и поправляя очки. Право, Ларри, дорогой, не приглашал бы ты столько людей, никаких сил не хватает. — А все потому, что ты плохой организатор, — возразил Ларри. — Они же все готовы были тебе помогать. Мама сердито уставилась на него. — Как ты представляешь себе такую толпу помощников в моей кухне? — спросила она. — Вспомни, что творилось в столовой. Не хватало еще, чтобы они путались у меня под ногами там внизу. — Все, остаток лета я хочу провести спокойно, абсолютно ничего не делать. Я выбилась из сил. — А тебя никто и не просит что-нибудь делать, — сказал Ларри. — Ты уверен, что никого больше не пригласил? — Насколько помню, никого, — небрежно ответил Ларри. — Смотри, если все-таки кто-нибудь появится, пусть останавливается в гостинице. С меня хватит. — Что ты так кипятишься? — обиженно произнес Ларри. — Такие все были чудесные люди. — Тебе не надо было готовить для них, — сказала мама. — Не хочу больше видеть эту кухню. Мечтаю о том, чтобы уехать куда-нибудь подальше отсюда. — Отличная идея, — заметил Ларри. — Ты о чем? — поинтересовалась мама. — О том, чтобы уехать отсюда. — Уехать куда? — насторожилась мама. — Как насчет того, чтобы отправиться на материк на катере? — предложил Ларри. — Прекрасная мысль, видит Бог! — воскликнул Лесли. — Правда здорово! — подхватила Марго. — Давай, мама, так и сделаем. — О, я знаю, что мы сделаем. — Отправимся туда, чтобы отпраздновать твой день рождения. — Ну что ж, — неуверенно произнесла мама. — Даже не знаю. — А куда именно там, на материке? — А мы вот как поступим, — беззаботно молвил Ларри. — Наймем кафе и пойдем вдоль побережья, будем останавливаться, где понравится. Возьмем продукты дня на два, на три и будем бить баклуши, отдыхать, веселиться. — Что ж, звучит прекрасно, — заключила мама. — Думаю, Спира найдет для нас катер. — Конечно, — сказал Лесли. — Спира все устроит. — Ладно, — согласилась мама. — В самом деле перемены обстановки не повредит, верно? — Морской воздух — лучшее средство от усталости, — объявил Ларри. — Здорово бодрит. — И не мешало бы захватить с собой кого-нибудь, чтобы расшевелили нас, встряхнули, так сказать. — О, только не надо других людей, — возразила мама. — А я и не имел в виду еще людей, — объяснил Ларри. — Возьмем, например, Теодора. — Теодор не поедет, — заметила Марго. — Ты же знаешь, он подвержен морской болезни. — Ладно, посмотрим, — сказал Ларри. — Еще у нас есть Дональд и Макс. Мама начала колебаться. Она очень любила Макса и Дональда. — Ну, пожалуй, пусть они поедут с нами. — И Свен к тому времени должен вернуться, — продолжал Ларри. Уверен, он захочет присоединиться. — Ой, я не возражаю против Свена, — согласилась мама. — Мне нравится Свен. — А я могу пригласить Мактевиша. — Объявил Лесли. — Нет-нет, только не этого отвратительного типа, — возмутился Ларри. — С чего это ты называешь его отвратительным? — вспылил Лесли. — Мы вынуждены терпеть твоих отвратительных друзей. — Почему ты не можешь терпеть моего друга? — Ну-ну, дорогие мои, — примирительно произнесла мама. — Не спорьте. — Думаю, мы можем пригласить Мактевиша, если уж ты так этого хочешь. — Хотя, по правде говоря, Лесли, мне непонятно, чем он тебе так любезен. — Он здорово стреляет из пистолета, — ответил Лесли, посчитав это убедительным доводом. — А я могу пригласить Леонору, — загорелась Маргон. — Ну вот что, остановитесь, — сказала мама, — иначе кончится тем, что катер пойдет ко дну. — Я-то думала, что мы все это затеваем, чтобы уехать и отдохнуть от людей. — Причем тут люди? — возразил Ларри. — Мы говорим про друзей? Совсем другое дело? — Хорошо, и на этом остановимся, — заключила мама. — Достаточно, если мне придется для всех готовить три дня. — Я договорюсь со Спира относительно катера, когда он придет, — сказал Лесли. — Как насчет того, чтобы взять с собой холодильный шкаф? — спросил Ларри. Мама снова надела очки и возрелась на него. — Холодильный шкаф? Ты шутишь? — Нисколько, — ответил Ларри. — Он понадобится нам для холодных напитков, для масла и всего такого прочего. — Но Ларри, дорогой, — возразила мама, — это же несерьезно. Сам знаешь, каких трудов нам стоило вообще втащить его в дом. Его нельзя передвигать. — Это почему же? — не согласился Ларри. — Вполне возможно, если очень постараться. — Понимай так, — заметил Лесли, — что ты будешь командовать, а стараться будут все остальные. — Ерунда, — сказал Ларри, — это элементарно, ведь затащили же его в дом, а значит, и из дома можно вынести. Холодильный шкаф, о котором шла речь, был предметом маминой гордости и радости. В те дни на Корфу ни один загородный особняк не мог похвастаться электричеством. И если даже где-то были изобретены керосиновые холодильники, опять же, до Корфу они не дошли. Полагая, что жить без холодильника не гигиенично, мама не слишком уверенно изобразила на бумаге конструкцию холодильного шкафа, вроде тех, какие девочка видела у себя дома в Индии. Вручив этот чертеж Спира, она спросила, не возьмется ли он изготовить нечто подобное. Спира нахмурил брови, подумал, сказал, — будет сделано миссисы Даррелы, — и побрел в город. Прошло две недели, и вот однажды утром на дорожке перед домом показалась запряженная четверкой лошадей широкая повозка, на которой восседали шестеро мужчин. За спиной у Нигра моделся чудовищный холодильный шкаф длиной 180, шириной 120 и высотой 120 сантиметров. Сколоченный из дюймовых досок, он был обшит цинком, с опилками между обшивкой и досками. Шестерке дюжих мужчин понадобился не один час, чтобы втащить его в кладовую. Пришлось даже снимать стеклянные двери гостиной, освобождая путь для шкафа. Рядом с ним в кладовой все казалось миниатюрным. Время от времени Спира привозила с города на своей машине длинные мокрые глыбы льда, которыми мы начиняли шкаф. И это позволяло нам подолгу хранить масло, яйца и молоко. «А мне кажется, лучше всего быть бисексуальным», — возразил Ларри. «Можно использовать все возможности». «Ларри, милый», — снова вмешалась мама. «Возможно, тебе нравится эта тема, но я предпочла бы, чтобы ты не обсуждал ее при Джерри». Мактевиш снова занимался физическими упражнениями на носу Катя. «Господи, для чего этот человек раздражает меня?» — пробурчал Ларри, наливая себе вина. «На кой ему нужна его физическая форма? Он совсем не пользуется ею». «Право, дорогой», — сказала мама. «Не лучше ли воздержаться от таких замечаний?» «Я не совсем не кстати на таком маленьком судне. Он может услышать тебя». «Да я бы нисколько не возражал», — настаивал Ларри. «Если бы он поддерживал свою форму, чтобы не давать покоя девушкам на корфу. Но ведь он ровным счетом ничего не предпринимает». Продолжая выполнять упражнения, Мактевиш в 84-й раз рассказывал сидящему поблизости Лесли о своих подвигах в королевской конной полиции. Все эпизоды были чрезвычайно увлекательными и неизменно заканчивались тем, что Мактевиш ловил злодея. «О!» — внезапно завопила Марго так громко, что мы все подпрыгнули, и Ларри пролил вино. «Нельзя ли попросить тебя воздержаться от попыток подражать здешним чайкам?» Раздраженно заметил он. «Но я только что вспомнила», — объяснила Марго, — «что завтра мамин день рождения. У Муттер завтра день рождения?» — осведомился Макс. «Почему ты не сказала нам об этом раньше?» «Так ведь мы для того и отправились сюда», — сказала Марго, — «чтобы отметить мамин день рождения, устроить ей праздник». «Но если у Муттер день рождения, то у нас нет для нее подарка», — заметил Макс. «Ничего не берите в голову», — успокоила его мама. «Какие там дни рождения в моем возрасте?» «Чертовски дурная манера приходить на день рождения без подарка», — сказал Дональд. «Чертовски дурная манера». «Прошу вас, перестаньте», — умоляла мама. «Я чувствую себя совсем неловко». «Я буду весь день играть для вас, дорогая миссис Даррелл», — заверил Свен. «Музыка будет моим подарком». Хотя в репертуаре Свена были и такие вещи, как есть в городе таверны, больше всего он любил Баха, и от моего взгляда не ускользнула, как мама вздрогнула, представив себе, как Свен целый день станет игра для нее Баха. «Нет-нет», — поспешно возразила она, — «не стоит так беспокоиться». «Во всяком случае, завтра мы устроим роскошный праздник», — заверил Макс. «Найдем подходящее местечко и отметим день рождения мутер так, как это делают у нас на континенте». «Пришло время развернуть принесенные нами матрацы, и постепенно мы погрузились в сон, меж тем, как из-за гор выплывала луна, сервокрасная, как грудь малиновки, потом лимонно-желтая и, наконец, серебристая. Рано утром нас напугал и разозлил Свен, который разбудил всю компанию звуками «С днем рождения тебя!». Стоя на коленях подле мамы, он жадно всматривался в ее лицо, проверяя, какой эффект произвела его импровизация. Мама не привыкла к тому, чтобы в десяти сантиметрах от ее уха наяривали на аккордеоне и проснулась с тревожным криком. «В чем дело? Что случилось? Мы тонем!» — воскликнула она. «Свен, бог с тобой!» — сказал Ларри. «Еще только пять часов!» «О-о-о!» — сонно протянул Макс. «Но ведь сегодня день рождения муттер. Ну-ка, начинаем праздновать. Поем все вместе!» Он вскочил на ноги, ударился головой о мачту и взмахнул своими длинными руками. «Давай, Свен, сначала! Все вместе!» «Неохотно! Мы сонно затянулись днем рождения!» Мама, сидя, отчаянно боролась со сном. «Мне приготовиться чаю, миссис и Даррелы?» — спросил Спиро. «По-моему, это очень хорошая идея!» — отозвалась мама. Мы достали свои подарки и вручили ей. И мама громко восхищалась ими, в том числе пистолетом с перламутровой рукояткой, хотя сказала Лесли, что лучше пусть пистолет хранится в его комнате. Так оно будет надежнее. Дескать, если, как он предложил, держать его у себя под подушкой, пистолет может вдруг выстрелить среди ночи и ранить ее. Попив чаю и искупавшись, мы все ожили. Зашло солнце, и над головой поплыли замешкавшиеся редкие пряди ночного тумана. После завтрака, который состоял преимущественно из фруктов и крутых яиц, заработал мотор, и катер заскользил дальше вдоль побережья. — Мы обязаны найти отличное местечко для праздничного ленча, — объявил Макс. — Настоящий райский сад. — Клянусь Богом, ты прав, — подхватил Дональд. — Это должно быть что-то особенное. — И там я буду играть для вас, дорогая миссис Даррелл, — добавил Свен. Вскоре на нашем пути возник мыс, будто сложенный из огромных, красных, золотистых и белых кирпичей, и увенчанный огромной зонтичной пихтой, нависшей над морем, и готовой, казалось, вот-вот сорваться вниз. Обогнув мыс, мы увидели маленькую бухту с крохотным селением на берегу. На склоне горы, над селением, помещались остатки старой венецианской крепости. — Интересное место, — заметил Ларри. — Давайте зайдем сюда и посмотрим поближе. — Я не стал бы зайти сюда, мастер Ларис, — возразил Спиро. — Это почему же? — спросил Ларри. — Такая очаровательная деревушка и крепость любопытная. — Тут же практически турки живут, — сказал Спиро. — Что значит «практически»? — удивился Ларри. — Турок, он и есть турок. — Ну, а не вести себя, как турки, — объяснил Спиро. — Не так, как греки, а потому фактически они есть турки. Все были несколько озадачены такой логикой. — Но даже если они в самом деле турки, — сказал Ларри, — что из этого? — В некоторых из этих глухих селений, — вступил ведущий Теодор, — сохранилось очень сильное турецкое влияние со времен вторжения в Грецию турок. Они восприняли многие турецкие обычаи, так что в некоторых таких уединенных деревушках, — как справедливо заметил Спиро, — жителей можно скорее назвать турками, чем греками. — Но какое это имеет значение, черт возьми? — раздраженно осведомился Ларри. — Они не всегда жалуют иностранцев, — сказал Теодор. — Ну и что? — настаивал Ларри. — Не станут же они возражать, если мы остановимся здесь, чтобы осмотреть крепость. И вообще, деревушка такая маленькая, что численное преимущество на нашей стороне. — Если они уж такие воинственные, пусть впереди идет мама с ее перламутровым пистолетом. Небось, сразу присмиреют. — Вы в самом деле хотите высаживайся? — спросил Спиро. — Хотим, — ответил Ларри. — Ты что, боишься какой-то горстки турок? — Лицо Спиро налилось кровью. Я даже испугался, как бы его не хватил удар. — Вам не следовай говорить такой вещь, мастер и Ларри, — вымолвил он. — Я не бояться какой-то проклятой турки. С этими словами он повернулся, протопал на корму и велел таки править к пристани. — Ларри, милый, ну зачем же говорить такие вещи? — сказала мама. — Ты обидел его. Знаешь ведь, как он относится к туркам. — Но они никакие не турки, черт бы их побрал! — возразил Ларри. — Они греки. — Строго говоря, вы, пожалуй, вправе называть их греками, — заметил Теодор. — Но в этих глухих уголках они настолько похожи на турок, что сразу и не отличишь. Речь идет, так сказать, о своеобразном сплаве. Когда мы приблизились к причалу, сидевший там юный рыболов схватил свою удочку и помчался в селение. — Вам не кажется, что он сейчас поднимет там тревогу? — нервно осведомилась Леонора. — И они выйдут нам навстречу с ружьями. — Не будь ты такой дурой! — выпалил Ларри. — Давайте я пойду первым! — предложил Мак Тевиш. — Я привык к таким переделкам. Приходилось в Канаде встречаться с индейцами в дальних деревнях, когда преследовал злоумышленников. У меня есть навык в обращении с примитивными племенами. Ларри застонал и уже приготовился из речи что-то ехидное, но строгий взгляд мамы остановил его. И так продолжал Мак Тевиш, беря на себя руководство операции. — Лучше всего нам высадиться на пристань и продолжать движение, осматриваясь с восхищением по сторонам, как будто мы туристы, — невинно произнес Ларри. — Вот-вот, я как раз это хотел сказать, — подхватил Мак Тевиш, — словно мы не замышляем ничего дурного. — Господи, — вымолвил Ларри, — можно подумать, мы находимся в дебрях в Черной Африке. — Ларри, милый, успокойся, — сказала мама. — Я уверена, что мистер Мак Тевиш знает, как нам следует поступать. Как-никак, сегодня мой день рождения. — Высадившись на пристань, мы постояли там несколько минут, показывая руками туда и сюда и обмениваясь дурацкими замечаниями. — А теперь, — скомандовал Мак Тевиш, — вперед в селение. И мы послушно зашагали следом за ним, оставив Спиро и Таки сторожить катер. Вся деревня состояла из трех-четырех десятков сверкающих свежей побелкой маленьких домиков. Стены одних были обвиты зеленым плющом, других одеты ветвями бугенвилии с пурпурными листьями. Мак Тевиш выступал впереди решительным военным шагом. Не дать не взять бесстрашный боец французского иностранного легиона, готовый усмирить мятежное арабское селение. Мы торопливо семенили следом. От главной улицы, если тут годилось это слово, расходились узкие проулки между домами. Подойдя к одному из таких проулков, мы основательно напугали какую-то женщину в чадре, которая выскочила из дома и чуть не бегом устремилась вдаль, спасаясь от чужеземцев. Я впервые в жизни увидел чадру и был здорово удивлен этим зрелищем. — Что это было у нее на лице? — спросил я. — Перевязка какая-то. Зачем? — Нет-нет, — объяснил Теодор. — Это чадра. Если в этом селении и впрямь сильно турецкое влияние, большинство здешних женщин носит чадру. Всегда считал это чертовски дурацкой затеей, — заметил Ларри. Если у женщины красивое лицо, нечего скрывать его. Единственное, что я мог бы одобрить — кляп для болтливых особ. Главная улица, как и следовало ожидать, привела нас к центральной части всякого селения маленькой площади с великолепной огромной зонтичной пихтой, под синью которого стояли столики и стулья. Здесь помещалось кафе, где, как в любой английской деревенской пивной, можно было не только получить съестное и напитки, но и наслушаться всяких сплетен и пересудов. Меня удивило, что на всем пути нашего отряда к площади мы не увидели ни одной живой души, если не считать той испуганной особы. На Корфу, даже в самой глухой деревушке, нас тотчас окружила бы восхищенная шумная толпа. Однако, дойдя до площади, мы поняли, во всяком случае решили, что поняли, причину. Большинство столиков под пихтой было занято мужчинами, в основном пожилыми, с длинной седой бородой, одетых в шаровары, латаные рубашки, на ногах чарыки, красные кожаные мокосины, с увенчанным яркими помпонами, задранным вверх острым носом. Мужчины приветствовали наше появление на площади гробовым молчанием. Просто сидели и таращились на нас. «Эгей!» — весело и громко воскликнул Мак-Тэвиш. «Калимера! Калимера! Калимера!» Будь это греческое селение, тотчас его пожелание доброго утра вызвало бы ответную реакцию. Кто-то подхватил бы его калимера, кто-то сказал бы «радо вас видеть», другие воскликнули бы «херяте», что означает «будь счастлив». Здесь не последовало ничего подобного. Только один или два старца степенно склонили головы, приветствуя нас. «Ладно», — сказал Мак-Тэвиш, — «составим вместе несколько столиков, выпьем по рюмочке, и когда они привыкнут к нам, вот увидите, сразу сгрудятся вокруг нас». «Не нравится мне все это», — нервно произнесла мама. «Может быть, нам с Марго и Леонорой лучше вернуться на катер? Смотрите, тут ни одной женщины, только мужчины». «Вздор, мама, не волнуйся», — отозвался Ларри. «Мне кажется», — сказал Теодор, любуясь огромной зонтичной пихтой над нами. «Мне кажется, потому тот мальчуган и побежал с пристани вселения». «Понимаете, в таких вот глухих деревушках женщинам полагается сидеть дома. Вот он и поспешил предупредить их. К тому же зрелище женщины в нашем отряде должно быть, понимаете, несколько необычным для них». Что ж, ничего удивительного, если учесть, что лица мамы Марго и Леоноры не скрывала чадра, и одеты они были в довольно эффектные ситцевые платья, позволяющие видеть многие детали их телосложения. Мы сдвинули вместе несколько столиков, собрали стулья и уселись в ожидании. Мужчины, число которых, вопреки предсказаниям Ларри, намного превосходило численность нашей группы, продолжали молча созерцать нас глазами бесстрастными, как у ящериц. После долгого ожидания, заполненного довольно бессвязной беседой, мы увидели, как из кафе вышел пожилой абориген и с явной неохотой направился к нам. Основательно расстроенные, мы поспешили с нервным энтузиазмом приветствовать его нестроенным Калимера. К великому нашему облегчению мы услышали ответное Калимера. «Ну так», — заговорил Мактевиш, гордясь своим знанием греческого языка, — «принесите нам чего выпить и мезе». Он мог и не называть мезе, потому что речь идет о закуске, состоящей из оливок, орехов, крутых яиц, огурцов и сыра. «И закажете вы чего-нибудь выпить в любом греческом кафе, вам автоматически принесут мезе на маленьких тарелочках». Однако такая уж сложилась обстановка, что даже бывший офицер королевской конной полиции малость смешался. «Слушаюсь», — серьезно произнес владелец кафе. «Какой напиток закажете?» Мактевиш выслушал наше пожелание от имбирного пива до анисовой водки, бренди и сухого вина и перевел трактирщику. «У меня есть только красное вино», — сообщил тот. Лицо Мактевиша помрачнело. «Ладно», — сказал он, — «несите красное вино и мезе». Трактирщик кивнул и побрел обратно в свое маленькое сумрачное заведение. «Хотел бы я знать», — осведомился Мактевиш. «Зачем он спрашивал, какие напитки мы закажем, отлично зная, что у него есть только красное вино?» Мактевиш горячо любил греков и научился вполне сносно говорить по-гречески, но с логикой жителей этой страны был не в ладах. «Все ясно», — раздраженно ответил ему Ларри. «Он пожелал узнать, что ты станешь пить. Если бы ты заказал красное вино, он принес бы тебе твой заказ». «Понятно. Но почему сразу не сказать, что у него есть только красное вино?» «Это было бы слишком логичным для Греции», — терпеливо объяснил Ларри. «Мы продолжали сидеть под перекрестным огнем недружественных взглядов, чувствуя себя наподобие актеров, одновременно забывших текст». Наконец пожилой трактирщик явился снова, неся видавший виды маленький поднос, украшенный невесть по какой причине портретом королевы Виктории. И расставил на наших столиках несколько тарелочек с черными оливками и кусками белого козьего сыра, две бутылки вина и стаканчики, вроде бы чистые, но такие старые и щербатые, что сулили нам богатый набор экзотических немочей. «Какой-то невеселый народ в этом селении», — заметил Макс. «Чего ты хочешь?» — отозвался Дональд. «Явились тут какие-то проклятые иностранцы, то ли дело, если бы мы очутились в Англии». «Вот именно», — саркастически заметил Ларри. «Через пять минут исполняли бы вместе с аборигенами народные танцы в костюмах эпохи Робина Гуда». «Нельзя сказать, что направленные на нас взгляды суровых мужчин так уж изменились. Однако в атмосфере нервозности нам начало чудиться, что глаза их горят злобой». «Музыка», — сказал Свен, — «музыка укращает самых свирепых зверей. Давайте-ка я что-нибудь сыграю». «Да-да, ради бога, сыграй что-нибудь веселенькое», — подхватил Ларри. «Боюсь, если ты начнешь играть баха, они дружно отправятся за своими мушкетами». Свен вооружился своим аккордеоном и заиграл очаровательную пульку, которая смягчила бы самое суровое греческое сердце. Однако наша аудитория оставалась невозмутимой, хотя окружавшее нас напряжение вроде бы самую малость ослабло. «Право мне кажется, — сказала мама, — что лучше нам с Марго и Леонурой вернуться на катер». «Нет-нет, дорогая миссис Даррелл», — возразил Мактэвиш, — «уверяю вас, все это не ново для меня. Этим примитивным людям требуется время, чтобы привыкнуть к нашему присутствию». «И теперь, поскольку музыка Свена не подействовала, думала ее, пришло время для магии». «Магии?» — Теодор наклонился вперед с глубоким интересом, глядя на Мактэвиша. «Магии? Что вы хотите этим сказать?» «Фокусы!» — объяснил Мактэвиш. «Помимо всего прочего, я немного занимаюсь фокусами». «Господи!» — простонал Ларри. «Почему бы не подарить им всем бусы?» «Помолчи же, Ларри!» — прошипела Марго. «Мактэвиш знает, что делает». «Рад, что ты так считаешь», — сказал Ларри. «Тем временем Мактэвиш решительно проследовал в кафе и вышел оттуда с тарелкой, на которой лежали четыре яйца. Осторожно поставив тарелку на стол, он отступил на несколько шагов, чтобы было видно молчаливым селянам. «И так», — произнес он, сопровождая свою речь жестами профессионального фокусника. «Мой первый номер — фокус с яйцами. Кто-нибудь из вас может одолжить мне какое-нибудь вместилище?» «Носовой платок?» — предложил Дональд. «Нет», — ответил Мактэвиш, бросив взгляд на нашу аудиторию. «Лучше что-нибудь более эффектное. Миссис Даррелл, будьте добры, одолжите мне вашу шляпу». Летом мама обычно носила огромную соломенную шляпу, которая при малом росте обладательницы придавала ей сходство с ожившим грибом. «Я не хотела бы, чтобы в ней разбивали яйца», — возразила мама. «Нет-нет», — заверил ее Мактэвиш, — «в вашей шляпе ничто не грозит». Мама неохотно сняла свой головной убор и вручила его Мактэвишу. Широким жестом он положил шляпу на стол перед собой, поднял глаза, убеждаясь, что селяне следят за его действиями, взял одно яйцо и осторожно опустил шляпу, после чего сложил ее в поля и с маху шлепнул шляпой о столешницу. «Если мы соберем содержимое, — заявил Ларри, — сможем приготовить омлет». Однако Мактэвиш развернул шляпу и показал ее нам и селянам, чтобы все могли убедиться, что она совершенно пуста. После чего взял второе яйцо, повторял свой маневр, и опять шляпа оказалась пустой. Когда он проделал этот же трюк с третьим яйцом, я заметил некоторое оживление в глазах наших зрителей, а после четвертого двое-трое из них даже обменялись приглушенными репликами. Мактэвиш лихо взмахнул шляпой, чтобы все могли убедиться, что она по-прежнему пуста. Затем положил шляпу на стол, еще раз сложил вместе ее поля, потом раскрыл шляпу, извлек из нее одно за другим четыре абсолютно целых яйца и разместил их на тарелке. Даже Ларри был поражен. Разумеется, мы наблюдали элементарный пример ловкости рук, а именно, вы делаете вид, будто кладете куда-то тот или иной предмет, на самом деле он остается у вас в руке, и вы прячете его в каком-нибудь кармашке. Мне доводилось видеть, как делают этот фокус с часами или другими предметами, но впервые на моих глазах его так ловко исполнили с четырьмя яйцами, которые, что ни говори, не так-то просто спрятать и слишком легко разбить, испортив тем самым впечатление от трюка. Мактэвиш поклонился в ответ на наши дружные аплодисменты, и мы с великим удивлением услышали несколько отрывочных хлопков со стороны. Несколько старцев, явно с ослабленным зрением, поменялись столиками с мужчинами помоложе, чтобы сидеть поближе к нам. «Теперь поняли?» — гордо произнес Мактэвиш. «Немного магии способны творить чудеса». С этими словами он достал из кармана колоду карт и исполнил несколько традиционных трюков, подбрасывая карты в воздух и ловя их так, что они аккуратно расстилались вдоль его руки. Селяне заметно оживились. Если раньше они сидели на другом конце площади, то теперь переместились поближе к нам. Старцы с ослабленным зрением были до того заинтригованы, что придвинулись почти вплотную к нашим столикам. Было видно, что Мактэвиш упивается своим успехом. Засунув в рот яйцо, он с хрустом разгрыз его, широко открыл рот, показывая, что яйца там нет, после чего извлек его из кармана своей рубашки. На этот раз селяне не стали скупиться на рукоплескание. — Какой он ловкий фокусник! — воскликнула Маргон. — Я же говорил тебе, он парень, что надо! — заметил Лесли. — А еще он чертовски мелкий стрелок из пистолета. — Я должен расспросить его, как он выполняет эти иллюзии! — произнес Теодор. — Интересно, он умеет распиливать женщин пополам? — задумчиво сказал Ларри. — Чтобы можно было заполучить половину, которая действует, но не разговаривает. — Ларри, милый! — вмешалась мама. — Прошу тебя, воздержись от таких замечаний при Джерри. Наступил звездный час Мактэвиша. Первый ряд зрителей состоял всецело из седобородых старцев. Мужчины помоложе стояли, наклоняясь над ними, чтобы лучше видеть. Мактэвиш подошел к самому почтенному старцу, очевидно, здешнему мэру, поскольку ему было предоставлено самое удобное место для созерцания фокусов. Постояв перед ним с поднятыми вверх руками и растопыренными пальцами, он объявил по-гречески. — А теперь я покажу вам еще один фокус. Вслед за тем быстро опустил одну руку, извлек из бороды старца серебряную драхму и бросил монету на землю. Аудитория дружно ахнула. Снова подняв руки с растопыренными пальцами, он с другой стороны той же бороды извлек пятидрахмовую монету и тоже широким жестом метнул ее на землю. — И так, — продолжал Мактэвиш, стоя с поднятыми руками, — вы видели, как моя магия позволяет мне доставать деньги из бороды вашего мэра? — Вы можете достать еще? — дрожащим голосом осведомился мэр. — Да-да, — подхватили селяне. — Можете еще? — Я погляжу, на что способна моя магия, — ответил Мактэвиш, охваченный энтузиазмом. Одну за другой он извлек из бороды мэра несколько десяти драхмовых монет и пополнил ими кучку денег на земле. В те времена Греция бедствовала настолько, что струившееся из бороды мэра серебро представляло собой целое состояние. И вот тут Мактэвиш явно взорвался. Он достал из бороды пятидесятидрахмовую бумажку. Восхищенный возглас зрителей едва не оглушил нас. Ободренный этим, Мактэвиш извлек еще четыре таких бумажки. Мэр сидел точно зачарованный, время от времени шепотом произнося слова благодарности святому или святым, коих почитал ответственными за это чудо. — Знаете что? — осторожно произнес Теодор. Мне кажется, не следует продолжать этот трюк. Но Мактэвиш слишком разошелся, чтобы сознавать рискованность своих действий. Из бороды мэра была извлечена стодрахмовая бумажка и последовал гром аплодисментов. — А теперь, — объявил он, — мой заключительный фокус. Снова поднял вверх руки, показывая, что в них ничего нет. Затем наклонился и извлек из пышной седой бороды бумажку достоинством пятьсот трахм. Сумма денег, лежащих теперь у нох мэра, составляла в глазах любого греческого селянина немыслимое богатство. В переводе на английскую валюту там было около двадцати-тридцати фунтов стерлингов. — Вот так, — повернулся к нам Мактэвиш с гордой улыбкой. — Безошибочное средство. — Вы в самом деле привели их в отличное расположение духа, — сказала мама, забыв про все свои тревоги. — Я ведь сказал вам, миссис Даррелл, чтобы вы не волновались, — ответил Мактэвиш. Вслед за тем наш иллюзионист совершил фатальную ошибку. Он наклонился, собрал все деньги с земли и засунул себе в карман. Что тут началось? — Э-э-э, я предчувствовал, что может этим кончиться, — заметил Теодор. Престарелый мэр поднялся, шатаясь на ноги, и поднес кулак к самому носу Мактэвиша. Со всех сторон неслись негодующие крики, как на потревоженном птичьем базаре. — В чем дело? — вопросил Мактэвиш. — Вы украли мои деньги, — заявил мэр. — Знаешь, мама, — сказал Ларри, — по-моему, теперь самое время вам с Леонорой и Марго возвращаться на катер. — Три дамы живо встали из-за стола и удалились вниз по главной улице размеренной трусцой. — Ваши деньги? — озабоченно обратился Мактэвиш к мэру. — Как вас понимать? Это были мои деньги. — Какие же ваши, если вы нашли их в моей бороде? — спросил мэр. Мактэвиш снова был сражен своеобразной логикой греков. — Но как вы не понимаете, — произнес Мактэвиш с тоской в голосе, — это был всего-навсего фокус. — Деньги в самом деле мои? — Нет, — дружно воскликнули селяне. — Если вы нашли их в его бороде, значит, это его деньги. — Неужели вам непонятно? — с отчаянием продолжал объяснять Мактэвиш, что я делал фокусы. — Это все были трюки. — Ага, и весь трюк заключался в том, чтобы украсть мои деньги, — настаивал мэр. Вот именно, рокотом поддержала его толпа. — Знаешь, — уныло обратился Мактэвиш к Ларе, — по-моему, этот тип страдает старческим маразмом. Он не соображает, в чем дело. — А ты, скажу тебе, — полнейший идиот, — ответил Ларе. — Ясное дело. Он уверен, что деньги его, раз ты извлек их из его бороды. — Но ведь это не так, — настаивал Мактэвиш. — Деньги мои? Это был фокус? — Мы-то знаем, это балда. Да только они не знают. Мы очутились в окружении буйной, негодующей толпы селян, решительно настроенных на то, чтобы отстоять права своего мэра. — Верните ему его деньги, — кричали они. — А не то мы не выпустим ваш катер. — Мы пошлем в Афины за полицией, — добавил кто-то. — Учитывая, что на связь с Афинами ушла бы не одна неделя, и столько же пришлось бы ждать полицейского, которому будет поручено разобраться с этим делом, если такового вообще посчитают нужным направить, мы, несомненно, оказались в затруднительном положении. — Мне кажется, — заметил Теодор, — что вам следует отдать ему эти деньги. — Что я говорю всегда об иностранцах, — вступил Дональд, — не сдержанные, к тому же еще и алчные. Взять хотя бы нашего Макса, только и знает, что занимать у меня деньги и никогда их не возвращает. — Не хватало еще и нам начать ссориться, — парировал Макс. — Мало вам того, что тут уже происходит. — В самом деле, — сказал Ларри, — Теодор прав. Отдай ты ему эти деньги, Мактевиш. — Но это целых двадцать фунтов, — воскликнул Мактевиш. И ведь я только показывал фокус. — Что ж, если ты не отдашь деньги, — продолжал Ларри, — боюсь нам не избежать хорошей взбучки. Мактевиш приосанился. — Я готов принять бой. — Не дури, — устало произнес Ларри. — Если все эти молодые крепыши разом набросятся на тебя, они разорвут тебя в клочья. — Ладно, попробуем пойти на компромисс, — уступил Мактевиш. Достав из кармана все монеты, он протянул их мэру. — Вот, — сказал он по-гречески, — я показывал фокус, и деньги были не ваши. Тем не менее возьмите половину того, что я достал из вашей бороды, и купите себе вина. — Нет, — в один голос взревели селяне. — Отдайте ему все. Отведя на катер Леонору и Марго, мама теперь вернулась за мной и пришла в ужас, видя нас окруженными грозной толпой. — Ларри, Ларри, — закричала она, — спаси Джерри. — Не дури, — крикнул Ларри в ответ, — уж его-то никто пальцем не тронет. И он был совершенно прав, потому что в такой ситуации ни один грек не позволил бы себе ударить ребенка. — Полагаю, нам следует собрать свои силы в кулак и приготовиться дать отпор, — заявил Дональд. — Неужели спасуем перед кучкой иностранцев? Я неплохо овладел искусством бокса, когда учился в Итане. А вы обратили внимание, что большинство из них вооружено ножами, — осведомился Теодор таким тоном, словно речь шла о музейных экспонатах. — Ничего, я неплохо владею этим оружием, — сообщил Макс. — Но у тебя нет ножа, — заметил Дональд. — Верно, — задумчиво ответил Макс. — Но если ты уложишь метким ударом кого-нибудь из них, я заберу его нож, и мы схватимся с ними. — Не думаю, чтобы это было очень разумно, — сказал Теодор. Тем временем сиряне продолжали бушевать, и Мактевиш все еще пытался убедить мэра поделить пополам выручку, извлеченную из его бороды. — Вы спасете Джерри, — донесся мамин голос из-за спин наших противников. — Да замолчи ты, мама, — заорал Ларри. — Ты только все усугубляешь. Джерри в полном порядке. — Знаете, по-моему, учитывая, что и как говорят некоторые из них, — снова вступил Теодор, — хорошо бы нам убедить Мактевиша отдать деньги Мэрун. Иначе мы рискуем очутиться в крайне затруднительном положении. — Вы защитите Джерри, — опять закричала мама. — О, Господи! — простонал Ларри. Шагнув вперед, он схватил за локоть Мактевиша, залез рукой в его карман, достал ассигнации и протянул их Мэру. — Эй, постой, это мои деньги, — возмутился Мактевиш. — Твои, твои, и тебе плевать на мою жизнь, — ответил Ларри. Обратясь к Мэрун, он продолжал по-гречески. — Вот деньги, которые этот господин, владеющий магией, обнаружил в вашей бороде. Затем он снова повернулся к Мактевишу, взял его за плечи и пристально уставился ему в глаза. — Отвечай кивком на все, что стану тебе говорить. Понял? — Понял, понял, — ответил Мактевиш, озадаченный таким внезапным проявлением воинственности со стороны Ларри. Итак, Ларри осторожно положил ладонь на грудь Мактевиша, там, где, очевидно, помещалось сердце, и произнес. Воркалось, хлевки и шарьки пырялись по нове, и хрюкатали зелюки, как мюмзики в мове. Мактевиш, пораженный не только тем, как искусно Ларри овладел ситуацией, но, и странными словами, ему не доводилось читать Алису за зеркалье, энергично кивал в конце каждой страфы. А Ларри снова обратился к мэру. — У этого господина он опять положил ладонь на грудь Мактевиша. — Большое сердце. Поэтому он согласен отдать вам все деньги, но при одном условии. Всем вам известно, что есть люди, которые умеют находить скрытые в земле источники. Толпа дружным Ага подтвердила, что ей это известно. — Этим людям платят за их работу, — продолжал Ларри. Послышались сопровождаемые кивками возгласы «Да-да». Но когда вода найдена, — сказал Ларри, — она принадлежит всем. Он говорил на понятном для всех языке, потому что вода и хлеб составляли основу жизни всякой здешней общины. «Иногда люди, которые ищут воду, находят источник, иногда не находят», — говорил Ларри. «И этот господин иногда находит деньги в бородах людей, иногда не находит. Ему повезло. У вас хороший мэр, и он нашел деньги. Нашел около девятисот драхм. Так вот, потому что он хороший и добрый человек, он должен отказаться от обычного вознаграждения». Снова дружный Ага, выражающий удовлетворение, смешанное с недоумением по поводу такой щедрости. «Однако взамен он просит вашего согласия на одну вещь», — сказал Ларри, «чтобы мэр истратил эти деньги на благо всей деревни». Тут лицо мэра сразу помрачнело, зато его односельчане встретили слова Ларри аплодисментами. «Ибо», — возвысил голос Ларри, окрыленный явными признаками успеха и разгоряченный выпитым вином. «Когда вы находите деньги так, как находите воду, они должны принадлежать всем». Последовала такая громкая овация, что попытки мэра что-то возразить утонули в общем гамме. «Знаете», — вступил Теодор, «по-моему, сейчас, похоже, самое время удалиться с высоко поднятой, как говорится, головой». И мы зашагали вниз по главной улице, сопровождаемая толкой селян, каждый из которых норовил протиснуться к Мактевишу, чтобы похлопать его по спине или пожать ему руку. Так что к тому времени, когда мы спустились на пристань, Мактевиш явно начал чувствовать себя первейшим представителем королевской конной полиции, и склонялся к тому, что двадцать фунтов — отнюдь не слишком высокая плата за такое преклонение. Наше отплытие задержалось на несколько минут из-за того, что мэр, а за ним и все прочие старцы, настояли на том, чтобы заключить Мактевиша в свои объятия и расцеловать его. «Наконец он ступил следом за нами на палубу, воодушевленный своим успехом. Что я говорил? Следует знать, как обращаться с примитивными людьми». «Во всяком случае», — сказала мама, — «моей ноги больше не будет ни в одном селении на этом побережье. Это мой день рождения, и хотелось бы, чтобы кто-нибудь считался с моими желаниями». «Конечно, дорогая мутер», — отозвался Макс, — «мы постараемся найти для вас славное местечко, чтобы перекусить». Якорь был поднят, заработал мотор, и сквозь его гулкое чуфыканье мы еще долго слышали аплодисменты и добрые пожелания селям. Когда подошло время ленча, мы обнаружили прелестный длинный пляж с мягким белым песком, и поскольку накануне вечером Кайки сумел поймать несколько кефалей, Спиро развел на берегу костер и поджарил чудесную рыбу. Свен, Дональд и Макс, все еще озабоченные тем, что у них нет подарков для мамы, устроили для нее своего рода представление. Свен по профессии скульптор вылепил из мокрого песка огромную обнаженную женскую фигуру и вынудил маму громко восхищаться его творением. Потом сыграл для нее на аккордеоне, к счастью, не Баха, а какие-то энергичные, веселые мелодии. Дональд и Макс сперва посвящались между собой, потом шепотом посвятили в свой план Свена, который одобрительно кивнул головой. «А теперь», — обратился к маме Дональд, «мы исполним для вас старинный австрийский танец». Из уст обычно весьма сдержанного типичного британца Дональда это прозвучало так неожиданно, что даже Ларри потерял дар речи. Свен лихо заиграл нечто весьма мажорное, похожее на мазурку. Долговязый нескладный Макс и бледнолицый каратэж Дональд важно поклонились друг другу, взялись за руки и приступили к танцу. К нашему удивлению, они отлично справились с задачей, то горделиво выступая по песку, то стремительно вращаясь, то выполняя сложнейшие «по», на время которых надлежало хлопать друг друга по коленям и по рукам, подпрыгивать в воздух, хлопая себя по пяткам и так далее. Я невольно вспомнил морской кадриль из «Алисы» в исполнении «Грифона» и «Черепахи-квази». Они танцевали так замечательно, что когда номер кончился, мы устроили им овацию. Сияя от радости и обливаясь потом, наши артисты выступили на бис уже под другую мелодию. После того, как танцоры искупались, чтобы остыть, мы удобно расположились на песке и воздали должное вкусной рыбе с сочным мясом и приятно пахнущей дымком поджаристой кожицей. Увенчали трапезу различного рода фрукты. «Право, у нас получился очень приятный праздничный ленч», — сказала мама. «Я довольна. А музыка Свена и танцы Дональда и Макса были отличным дополнением». «У нас еще будет праздничный обед», — объявил Макс. «Давайте найдем еще один пляж и устроим праздничный обед». И вот мы снова погрузились на катер и продолжили путь вдоль побережья. Близился закат, и солнце расписало небо в дивные красные, зеленые и золотистые тона, когда нашим глазам предстало идеальное, как нам казалось, место. Крохотный округлый залив с узким пляжем, над которым выселись ярко-оранжевые в солнечных лучах скалы. «О, как же тут красиво», — сказала мама. «Здесь мы и устроим праздничный обед», — заключил Макс. Спира сообщил Таки, что мы остановимся здесь на ночь. К сожалению, Таки не был знаком с этим заливом и не знал, что вход в него отчасти преграждает песчаная отмерь. Он на хорошей скорости повел катер в залив и, сам того не ведая, наскочил на отмерь. Катер остановился внезапно и круто. Мама в эту минуту стояла, любуясь закатом, на самой корме. От резкой остановки она потеряла равновесие и упала за борт. А надо сказать, что хотя в очень жаркую погоду, мама снисходила до того, чтобы понежиться на мелководье, плавать она совсем не умела. О чем были осведомлены все, кроме Таки. А потому вся наша компания, включая Спира, который обожал маму, но тоже не умел плавать, попрыгала в море спасать именинницу. Результатом этого порыва был полнейший хаос. Дональд и Макс прыгнули друг на друга и ударились головами. Леонора зацепилась ногой о фальшборд и сильно ее поранила. Марго, полагая, что маму надо искать под водой, нырнула и лихорадочно искала ее тело на глубине, пока в легких не кончился воздух и пришлось ей всплывать на поверхность. Маму поймали Лесли и Мактевиш, а Ларри вдруг сообразил, что Спира тоже не пловец и успел спасти его, когда тот в третий раз ушел под воду. Но все время, пока Спира то появлялся, то вновь пропадал под водой, он успел кричать, захлебываясь. — Не беспокоиться, миссис и Даррелы, не беспокоиться! Лесли и Мактевиш оттащили задыхающуюся, отплевывающуюся маму на отмерь, где она смогла сесть и отрыгнуть морскую воду, которая успела изрядно наглотаться. А Ларри отбуксировал туда Спира, чтобы и он мог выполнить ту же процедуру. Когда наши утопленники пришли в себя, мы доставили их на борт катера, где маме был предложен добрый глоток Брэнди, чтобы она оправилась от шока, вызванного падением в море. И еще больший глоток выпил Спиро, чтобы прийти в себя от созерцания того, как падает мама. — Ей-богу, миссис и Даррелы! — вымолвил он. — Я думать, вы утонуть. — Я думала то же самое, — отозвалась мама. — Сколько помню, в жизнь не попадала в такую глубокую воду, и я тоже серьезно подхватил Спиро. Таки включил задний ход, мы все поднажали плечами и столкнули катер с отмири. После чего Таки внимательно изучил обстановку, нашел проход, и мы уже без всяких затруднений вошли в залив. Разведя костер на берегу, мы сварили извлеченных из холодильного шкафа осьминога и маленьких каракатец и дополнили трапезу холодным цыпленком и фруктами. — Видите, теперь как правильно мы поступили, — сказал Ларри, жуя толстые щупальцы осьминога, когда взяли с собой холодильный шкаф. — Верно, милый, — согласилась мама. — Тогда эта идея не показалась мне такой уж удачной, но она себя вполне оправдала. — Правда, на борту катера лед тает гораздо быстрее, чем в нашем доме. — Иначе и не может быть, — заметил Ларри. — И все-таки шкаф нас выручил. В ту ночь взошла такая великолепная луна, что мы долго лежали у самого берега в теплой воде, попивая вино и беседуя. Более мирной картины невозможно было себе представить, пока вдруг не раздались громкие пистолетные выстрелы, рождая эхо в прибрежных скалах. Неприметно для всех Лесли и Мактевиш, вооружившись маминым пистолетом с перламутровой рукояткой, ушли на край пляжа, где Мактевиш стал показывать Лесли, как быстро должны стрелять члены Королевской канадской конной полиции. «Силы небесные!» — воскликнул Ларри. — О чем они думают? Превратить тихий пляж в стрельбище? — Господи! — произнес Спиро. — Я уже думать, что сюда прийти чертов турки! — Лесли, милый! — крикнула мама. — Пожалуйста, прекрати! — Мы только тренируемся! — отозвался Лесли. — Конечно, но вы не представляете себе, какой шум подняли! — продолжала мама. — От этого эхо у меня разболелась голова. — Ничего страшного! — недовольно возразил Лесли. — Это характерно для Лесли! — сказал Ларри. — Он лишен эстетического чувства. Тут дивное теплое море, чудесное вино, полная луна. И что же он затевает? Носится взад-вперед, стреляя из пистолета. — Ну, ты тоже бываешь хорош! — возмутилась Марго. — Разве я вам докучаю? — спросил Лай. — Нисколечко. — В нашей семье нет человека благоразумнее меня. — У тебя разума столько же, сколько у последнего психа! — заявила Марго. — Ну-ну, дорогие мои, не ссорьтесь! — взмолилась мама. — Не забывайте, мы отмечаем мой день рождения. — Я сыграю для вас! — объявил Свен. И он исполнил несколько негромких и прекрасных даже для аккордеона мелодий, которые отлично сочетались с лунной ночью и окружающей нас природой. Наконец мы сходили на катер за своими матрацами, расстелили их на берегу и один за другим погрузились в сон. Наутро мы позавтракали, искупались и поднялись на борт нашего судна. Подняли якорь, так и запустил мотор. Тот чуфырнул раз-другой и почти сразу заглох. Мы едва стронулись с места. — Господи, только не говорите мне, что с мотором что-то неладно, — сказал Ларри. Спиро нахмурясь пошел к Таке выяснить, в чем дело. Слышно было, как они обсуждают что-то в полголоса. Внезапно Спиро взревел, точно разъяренный бык, и на голову Таке обрушились проклятия. — Что там у вас случилось, черт побери? — спросил Ларри. — Эти безмозглые ублюдки, — сообщил Красный от гнева Спиро, указывая на Таке дрожащим толстым пальцем. — Эти безмозглые ублюдки, вы уж простите меня за такой слова миссисы Даррелы. Забыть взять с собой больше бензин. Почему он забыл? Хором осведомились мы. — Ему говорить, что думай взять, но забыть, когда пришлось отправиться за холодильный шкаф. — Вот видите? — воскликнула мама. — Я так и знала. Знала, что нельзя было трогать наш холодильный шкаф. — Ладно, — сказал Ларри, — только не затевай опять этот разговор. — Как называется ближайшее место, где мы могли бы заправиться? — Так и говорить, можно заправить в металлоура, — сообщил Спиро. — Элементарно, — вступил Мактэвиш. — Мы можем сходить туда за бензином на шлюпке. — Не знаю, — заметил Дональд. — Возможно, ты не обратил внимания на тот факт, но у нас нет шлюпки. — В самом деле, странно, что никто из нас не заметил этого. Большинство катеров, особенно во время таких вылазок, тащило на буксире шлюпку. — Отлично! — заявил Мактэвиш, демонстрируя свои бицепсы. — Я в отличной форме. Могу доплыть сюда и обратиться за помощью. — Нет, мистер Мактэвиш, — мрачно произнес Спиро. — Туда целые десять километров. — Ничего. По дороге буду останавливаться, отдыхать на берегу, — настаивал Мактэвиш. — До вечера запросто буду там. Завтра утром вернусь. Спиро нахмурился, задумался, потом обратился к Таки и рассказал ему, что предлагает Мактэвиш. Таки был решительно против. Все побережье от этого залива до того, где можно добыть бензин, сплошь состоит из крутых обрывистых скал, ни одного удобного клочка для передышки. — Боже мой! — вздохнула мама. — Что же мы будем делать? — Что? Сидеть здесь и ждать? — сказал Ларри. — Очень просто. — Как это понимать? Очень просто? — спросила мама. — А так? Будем сидеть здесь и, как увидим проходящее судно, посигналим, попросим, чтобы нам подбросили сюда бензин. Не понимаю, что вы все так переживаете. — Мастер и Ларри справа, миссис и Дарреллы, — уныло согласился Спиро. — Мы не можем больше ничего поделать. — К тому же уголок здесь прелестный, — продолжал Ларри. — Честное слово, мы не могли бы выбрать лучшего места для стоянки. После чего мы покинули катер и расселись на берегу. Предоставил таки восседать со скрещенными ногами на носу обездвиженного катера и высматривать проходящие мимо залива рыболовецкие суда, которые могли бы нас выручить. День протекал в приятном досуге, но суда не показывались, и с приближением ночи мама стала не на шутку волноваться. — Да перестань ты так переживать, мама, — твердел Ларри. — Завтра непременно появится судно, и у нас еще уйма припасов. — В том-то и дело, — возразила мама, — что не уйма. Я не рассчитывала ни на какие задержки. К тому же лед тает так быстро, что если завтра не покажется какое-нибудь судно, половина оставшихся продуктов испортится. Об этой стороне нашего вынужденного заточения мы как-то не подумали. Окаявленный крутыми скалами крохотный пляж был начисто лишен всех тех даров, которыми радовал Робинзона Крузо его остров. Конечно, по одной скале стекала струйка пресной воды, пополняя крохотный водоем, в котором Теодор обнаружил такое множество различных организмов, что вряд ли кто-нибудь из нас решился выпить эту воду, когда иссякнут наши запасы напитков. — Мутер, не надо беспокоиться! — Макс покровительственно обнял маму. — В крайнем случае мы все войдем в воду и будем толкать катер до Корфу. — Чертовски глупое предложение, — заявил Дональд, — типичное для жителя материковой Европы. Одному богу известно, сколько тонн весит этот катер. Да мы его с места не сдвинем! — Боюсь, Дональд совершенно прав, — подхватил Мактевиш. — Как ни крепок я для своих лет, думаю, всех наших сил не хватит, чтобы долго толкать катер. — Да перестаньте вынести околесицу! — возмутился Ларри. В здешних краях тьма рыболовецких судов. Завтра непременно что-нибудь увидим. — Надеюсь, ты окажешься прав, — сказала мама. — Иначе мне придется вести рационирование. — Конечно, это совсем не так важно, — заметил Теодор. Однако некоторые собранные мною образцы довольно редки, и если я не смогу достаточно быстро привезти их на Корфу, сами понимаете, потому что они очень нежные, вот понимаете, они погибнут. Вечером мы ложились спать в весьма тревожном расположении духа. И таки из пира чередовались, дежуря на носу катера, надеясь высмотреть фонари какого-нибудь ночного рыболова. Увы, и наступившее утро не принесло нам утешения. А тут еще выяснилось, что лед тает с такой скоростью, что пришлось вырыть в песке яму, чтобы закопать изрядное количество скоропортящихся продуктов, припасенных мамой. — Господи, — сказала мама, — зачем только мы отправились в это плавание? — Не беспокойтесь, Муттер, — объявил Макс. — Помощь уже приближается, я чувствую это печенкой. — Думаю, Ларри прав, — подхватил Дональд. — В этом районе ходит много рыболовецких в суду. Рано или поздно и здесь появятся. — Лучше бы рано, чем поздно, — заметила мама. — Иначе мы тут умрем от голода. — Это все Ларри виноват, — воинственно произнес проголодавшаяся Лесли. Он придумал отправиться на материк. — Только не вали все на меня, — рассердился Ларри. — Ты не меньше моего был за. Организовали бы все как следует, не влипли бы в эту историю. — А я согласно с Лесли, — объявила Марго. — Это была идея Ларри. — Моя идея не предусматривала, что мы останемся без бензина в глухом заливе среди неприступных скал, в десяти километрах от ближайшего места, где можно пополнить припасы, — сказал Ларри. — Не надо, мои дорогие, — взмолилась мама. — Не ссорьтесь. Вот увидите, скоро покажется какое-нибудь судно. — А пока, моя дорогая миссис Даррелл, — вступил Свен, — я сыграю что-нибудь, чтобы утешить вас. К сожалению, он посчитал, что именно Бах способен всех нас утешить. Между тем прошел еще один день, а суда не показывались. Лед продолжал быстро таять. Порции, которые мы получили вечером, не насытили бы даже Оливера Твиста. — Чертте что! — возмутился Ларри. — Где это уймы рыболовецких судов? Какого черта они не ловят в этих водах? — Может быть, сегодня ночью кто-нибудь объявится, — предположил Мактевиш. Хотя Спиро и Такие продолжали дежурить, они и в эту ночь никого не увидели. На завтрак каждый из нас получил помятому персику. Ленч состоял из арбуза с хлебом. — Какие припасы у нас еще остались? — осведомился Ларри, управившись со своей порцией. — К счастью, я не такой уж едок, — сообщил Теодор и поспешил добавить. — К счастью для меня. — Если и дальше так пойдет, просто не знаю, что мы станем делать, — сказала мама, которая была на грани паники, несмотря на все наши старания успокоить ее. — Прибегнем к людоедству, — заявил Ларри. — Ларри, милый, не надо так шутить, — взмолилась мама. — Это вовсе не смешно. — В любом случае, ха-ха, — сообщил Мактевиш, — мое мясо покажется вам жестковатым. — А мы с тебя начнем, — сообщил Ларри, мрачно глядя на него. — Из тебя выйдет довольно-таки неудобоваримая закуска. Зато Леонора, если правильно испечь ее в песке на полинезийский лад, явит нам, уверен, лакомое блюдо. Пальчики ног, ягодицы, груди. — Ларри, это отвратительно, — сказала Маргон. — Я в жизни не смогла бы есть человечье мясо. — Чертовски дурные манеры, — подхватил Дональд. — Только индийцы едят друг друга. — И все же поразительно, на что способны люди, когда доходят до крайности, — сообщил Мактевиш. Если не ошибаюсь, в Боснии, когда несколько деревень были отрезаны снежными заносами от внешнего мира, дело дошло до людоедства. — Прошу вас, перестаньте, наконец, толковать о людоедстве, — сказала мама. — Эти разговоры только усугубляют наше положение. — Ладно, однако ты так еще и не ответила на мой вопрос, — заявил Ларри. — Какими припасами мы сейчас располагаем? — Арбуз, — сообщила мама. — Три зеленых перца и два батона. — Такие пробовал заняться рыбной ловлей, но он говорит, что в этом заливе плохо с рыбой. — Но ведь у нас еще оставалась парочка бараньих ног, — возразил Ларри. — Да, милый, — ответила мама. — Но лед почти совсем растаял, и они протухли, так что пришлось их закопать. — Господи, — пристанал Ларри, — значит, без людоедства не обойтись. И в этот день мы не увидели никаких судов. Вечером поели сухого хлеба, закусили несвежими перцами, доели арбуз. Такие спиры возобновили дежурство на катере, остальные легли спать, борясь с чувством голода. Ночь не принесла ничего нового, и утром наше положение из несколько комичного стало довольно серьезным. Собравшись на катере, мы устроили военный совет. Мое предложение протянуть день-другой, питаясь морскими улитками, встретило сокрушительный отпор. — Мои образцы, должен вам сказать, очень быстро портятся, — озабоченно доложил Теодор. — К черту твои проклятые образцы, — отозвался Ларри. — Если бы ты собирал что-нибудь более существенное, чем эта твоя микроскопическая мелюзга, это могло бы нас выручить. — Право не знаю, что мы теперь будем делать, — сказала мама. На завтрак каждому досталось по кусочку хлеба, и на том пришел конец нашим припасам. — Видно, мы все тут умрем, — заключила мама, — и мне нисколько не улыбается быть похороненной здесь. — Муттер не умрет, — горячо возразил Макс. — В крайнем случае я убью себя, и вы сможете есть меня. Мама была потрясена столь щедрым предложением. — О, вы страшно добры, Макс, — отозвалась она, — но я надеюсь, что до этого не дойдет. В эту самую минуту дежуривший на носу катера Спиро издал оглушительный крик, эхо которого заставило вздрогнуть окружающие нас скалы. — Эй! Эхей! Он продолжал кричать, размахивая руками, и мы увидели скользящая мимо входа в залив суденышко с маленьким дряхлым мотором. — Эй! Эхей! — взывал Спиро. — Сюда! Природа поместила в грудную клетку Спиро. Такие могучие легкие и басистый голос его звучал так гулко, что, отраженный стенами позади нас, он в самом деле был услышан человеком на борту суденышко. Рыбак повернулся лицом в нашу сторону. — Мы все ринулись на нос катера и принялись отчаянно жестикулировать. Рыбак выключил мотор, и Спиро снова завопил. — Сюда! Сюда! — Вы это мне? — осведомился рыбак. — Конечно, тебе! — ответил Спиро. — Кому же еще? — Вы хотите, чтобы я подошел к вам? — дошло, наконец, до рыбака. Спиро призвал на помощь святого Спиридона и прочих местных святых. — Конечно! — проревел он. — Или там еще есть кто-нибудь? Рыбак внимательно огляделся. — Никого! — сообщил он. — Стало быть, я к тебе обращаюсь! — прокричал Спиро. — А что тебе надо? — поинтересовался рыбак. — Услышишь, когда подойдешь поближе! — крикнул Спиро и буркнул себе под нос. — Идиот! — Ладно! — отозвался рыбак, включил мотор и пошел зигзагами к нам. — Слава Богу! — произнесла мама дрожащим голосом. — О, слава Богу! Должен признаться, в этот момент мы все разделяли ее чувства. Суденышко длиной меньше четырех метров подошло совсем близко. Рыбак выключил мотор и легонько ударился бортом о наш патер. Мы увидели орехово-коричневое лицо, огромные синие глаза и косматую шевелюру. И было совершенно ясно, что если этот человек и не идиот, то пребывает где-то на грани. Рыбак приветливо улыбнулся нашей компанией. — Калимера! — сказал он. С неописуемым облегчением мы ответили тем же. — Послушай! — начал Спиро, продолжая развивать успех. — У нас ты грек? — осведомился рыбак, с интересом всматриваясь в лицо Спиро. — Конечно, грек! — крикнул Спиро. — Но дело в том... — Вы все греки? — спросил рыбак. — Нет-нет! — нетерпеливо ответил Спиро. — Они вот иностранцы. — Но все дело в том... — Ага, иностранцы, — сказал рыбак. — Я люблю иностранцев. Осторожным движением он освободил ногу от мертвого осьминога, который придавил ему ступню, когда наши суда столкнулись с бортами. — Они хотели купить рыбу? — спросил рыбак. — Мы не хотим покупать рыбу! — прорычал Спиро. — Но иностранцы любят рыбу! — заметил рыбак. — Балда! — взревел Спиро. — Нам не нужна рыба. Нам нужен бензин! — Бензин? — удивился рыбак. — Зачем вам бензин? — Для этого катера! — крикнул Спиро. — Боюсь, моего бензина не хватит, — ответил рыбак, смирив взглядом стоящую на носу маленькую канистру. — Скажи-ка, а откуда они? — Они англичане, — сообщил Спиро. — А теперь послушай. Мне нужно... — Англичане — хорошие люди, — отметил рыбак. — На днях тут один англичанин купил у меня два килограмма рыбы, и я взял с него двойную цену, и он хоть бы что. — Слушай, — вскипел Спиро, — нам нужен бензин, и для этого ты, а не из одной семьи? — поинтересовался рыбак. — Нет, не из одной, — ответил Спиро. — Но мне нужно, чтобы ты... — А с виду одна семья, — настаивал рыбак. — Да нет же, — сказал Спиро. — Вот он и она, словно мама и папа. Рыбак показал на Свена и маму. — А остальные — точно их дети. — Хотя вон тот с бородой, должно быть дедушка. — Из какой части Англии они родом? Было очевидно, что если диалог будет продолжаться в том же духе, кончится тем, что Спиро схватит пустую бутылку и проверит прочность головы рыбака. — Может быть, мне стоит заняться им? — спросил Мактевиш. — Нет, — вступил Ларри. — Слышь, Спиро, лучше я с ним поговорю. Наклонясь над бортом нашего катера, он заговорил медоточивым голосом. — Послушай, любезный, мы англичане, все родственники. — Добро пожаловать! — широко улыбнулся рыбак. — Мы пришли сюда на этом катере, — медленно и внятно продолжал Ларри. — И у нас кончился бензин. К тому же у нас кончились продукты. — Кончился бензин? — повторил за ним рыбак. — Но без бензина вы дальше не поплывете. — Вот именно, — согласился Ларри. — Так вот, не мог бы ты быть так добр сдать нам в наем твою лодку, чтобы мы могли сходить на ней в металлору, купить там бензин и привезти сюда? — Рыбак поразмыслил над его словами, подталкивая коричневыми пальцами ног, лежащую на дне лодки груду осьминогов, каракатиц и кефали. — Вы мне заплатите? — беспокойно осведомился он. — Мы заплатим тебе пятьдесят драхм за то, чтобы ты отвез одного из нас в металлору, и еще пятьдесят за то, чтобы привез его обратно. От такого щедрого предложения зрачки рыбака на них расширились. — А может быть, вы заплатите пятьдесят пять драхм? — спросил он без особой надежды. Ларри, отлично понимая, что ему и без того предложены очень большие деньги за пустячную работу. — Послушай, любезный, — сказал Ларри, — послушай, добрый человек, ты знаешь, что я предлагаю хорошую цену и не стану тебя обманывать. Вот ты сам разве стал бы нас обманывать? Ты, грек, станешь обманывать иностранных гостей? — Никогда, — сверкнул глазами рыбак, забыв, как он только что поведал нам про обманутого англичанина. — Грек никогда не станет обманывать иностранного гостя. Итак, Ларри достал две полусотенные бумажки. Вот деньги. Я отдаю их этому человеку. Он грек, как и ты. Деньги будут при нем. И когда вы вернетесь с бензином, я прослежу за тем, чтобы он отдал их тебе без обмана. Рыбак был так тронут, что немедленно согласился, и Ларри осторожно засунул драхмы в карман рубашки Спиру. — А теперь Спиру. — Ради бога, — сказал он по-английски, — перебирайся в эту проклятую лодку и привези нам бензин. Не без натуги, ибо он был мужчина довольно тучный, Спира осторожно перевалил через борт катера и опустился в лодку рыбака, которая сразу осела на десяток сантиметров. — Вы хотите, чтобы я отправился сейчас или ближе к вечеру? — спросил рыбак, глядя на Ларри. — Сейчас! — крикнули хором все владеющие греческим языком члены нашей компании. Рыбак запустил мотор и взял курс на выход из залива. Спира сидел нахмурясь на носу, смахивая на какую-то массивную фантастическую фигуру. — Надо же! — воскликнул Дональд, когда лодка скрылась за мысом. — Допустить такой промах! — Ну что там еще? — осведомился Ларри. — Если бы мы купили у него всю рыбу и осьминогов, получился бы славный ленч! — жалобно произнес Дональд. — Видит Бог, ты прав! — согласился Ларри. — Почему ты не подумала об этом, мама? — С какой-то стати именно я должна думать обо всем, милый! — возразила мама. — Я думала, он поведет нас на буксире. — Ладно, — заметил я. — Обойдемся на ленч морскими улитками. — Если ты еще раз вспомнишь эту гадость, — пообещала Марго, — меня сташмит. — Да уж, лучше помолчи, — подхватила Леонора. — У нас тут и без тебя хватает проблем. И мы постарались отвлечься от мыслей о еде. Мактевиш принялся учить Лесли быстро выхватывать пистолет из-за пояса. Леонора и Марго купались и загорали. Ларри, Свен, Дональд и Макс затеяли бессвязную дискуссию о литературе и искусстве. Мама занялась каким-то замысловатым вязанием, чаще положенного спуская петли. Теодор, еще раз объявив какое-то счастье, что он плохой едок, отправился добывать новые образцы в стоячей луже под скалой. Я вооружился своим перочинным ножом и принялся собирать на камнях морских улиток, жадно глотая их. Оставшись без еды, мы налегали на наши запасы вина, и под вечер Дональд и Макс исполнили еще один мудрёный европейский танец. А Ларри взялся обучать Свена исполнять на аккордеоне песнь итанских грибцов. Мама, убаюканная мыслью о неминуемом спасении, мирно спала, пока они лихо резвились. Однако с приближением заката все мы начали тревожиться, хоть и держали про себя свои сомнения. Добрались ли спира и безумный рыбак до цели, или вроде нас отрезанный от внешнего мира, на берегу какого-нибудь уединенного залива? Рыбак произвел на нас впечатление человека, совсем не сведущего в навигации. Смеркалось, и даже вино не могло нас оживить. Мы собрались в кучку и мрачно сидели, изредка обмениваясь колкими по преимуществу замечаниями. Это было похоже на завершение доброй вечеринки, когда все мечтают только о том, чтобы разъехаться по домам. Даже небо цвета полированной меди с золотыми полосами не вызывало никаких положительных эмоций. И вдруг, совершенно неожиданно, на синей с позолотой воде у входа в залив показалась суденышка рыбака. На корме сидел наш безумный рыбак, на носу этаким тучным бульдогом восседал спиру. Тотчас прекрасная сложная закатная роспись в небесах и на море показалась нам вдвое ярче. Спасение пришло. Они вернулись. Мы сгрудились у самой воды, нетерпеливо всматриваясь в приближающуюся лодку. Рыбак выключил мотор. Лодка продолжала идти к берегу по инерции. И в наступившей тишине раздался зычный голос спиру. «Не беспокоиться, миссис и Даррелы, я все устроить». Мы дружно вздохнули с облегчением, потому что знали, когда спира говорит, что устроил что-то, значит, все в порядке. Лодка мягко легла носом на хрустящий песок. И мы увидели, что между спирой и рыбаком лежит зажаренная баранья туша на вертеле и стоит корзина с фруктами всех видов. Спира неуклюже перевалился через борт и побрил в рот к нам, напоминая некое диковинное морское чудовище. «Я привезти вам еда», — сообщил он. «Но бензин у них не было». «К черту бензин!» — воскликнул Ларри. «Выгружайте еду и приступим». «Нет-нет, мастер Ларис, бензин не имеет значений», — сказал спиро. «Но без бензина мы никогда отсюда не выберемся», — возразила мама. «А мясо в такой жаре долго не пролежит, теперь, когда весь лед в шкафу, растаял». «Вам не беспокоиться, миссисы Даррелы», — заверил спиро. «Я сказать вам, что все устроить, значит устроить. Я сделать так, что все рыбаки прийти сюда и забрать нас». «Какие рыбаки?» — спросил Ларри. «Единственный рыбак, которого мы пока видели, — это тип, который бежал из психбольницы». «Нет-нет, мастер Ларис», — сказал спиро. «Я говорить про рыбаки с корфус, которые выходить ловить ночью». «Не понимаю, о чем ты толкуешь», — проворчал Ларри. «Я понимаю», — поспешил я продемонстрировать свою осведомленность. «Ночью целая флотилия выходит на лов с огнями. Они ловят рыбу сетями с подсветом. У них я получаю самые интересные образцы». «И Арганаута Арго тоже?» — поинтересовался Теодор. «Ну да», — ответил я. «А еще они вылавливают педицелляриевые морские звезды». «Надеюсь, на них можно положиться», — заметил Ларри. «Я устроить мастер и Ларис негодующим тоном», — заверил спиро. «А не сказать, что подойти сюда около два часа». «Стало быть, когда закончат лов?» — справился Теодор. «Да», — сказал спиро. «У них могут оказаться интересные образцы», — заключил Теодор. «Как я и подумал», — подтвердил я. «Ради бога! Кончайте толковать прообразцы, давайте выгрузим съестное», — вмешался Ларри. «Не знаю, как остальные, но я жутко проголодался». «Мы осторожно извлекли из лодки баранью тушу, которой пламя очага придало сходство с мореным дубом и корзину с фруктами. Перенесли все на наш катер, чтобы к мясу не пристала ни одна песчинка, и учинили роскошную трапезу». «Наступила ночь. Луна расписала поверхность моря оранжевыми, желтыми и белыми дорожками. Мы наелись сверх меры и явно перебрали вина. Свен не давал передышки своему аккордеону. Остальные танцевали, кто польку, кто вальс, а кто мудреные австрийские танцы под руководством Макса. Танцевали так лихо, что Леонора свалилась за борт, вызвав красочный взрыв фосфоренции. В два часа ночи у входа в наш залив в веренице белых бусин выстроилась рыболовецкая флотилия. Один катер отделился от шеренги и подошел к нам. После привычных греческих препирательств, рождающих гулкое эхо в прибрежных скалах, нас взяли на буксир и отвели к остальным судам. Затем вся флотилия взяла курс на Корфу. Глядя на цепочку огней впереди, я представил себе, что мы находимся в самом хвосте кометы, летящей над черными водами. Когда наш буксир плавно подвел нас к пристани ниже старой крепости, мама вымолвила прочувствованно. Конечно, это было по-своему очень приятно, и все-таки я рада, что все кончилось. В эту самую минуту полтора десятка хмельных рыбаков, которые под руководством Спиро с жаром, на какой способны только греки, взялись переправить холодильный шкаф с катера на пристань, покантовав его и так, и сяк, шлепнулись вместе со шкафом в воду, и тот лег на дно на глубине около четырех метров. «Вот видите!» — воскликнула мама. «Достукались!» «Говорила вам, что не надо было брать с собой этот холодильный шкаф». «Ерунда!» — сказал Ларри. «Завтра утро, запросто вытащим его». «Но что я буду делать без холодильного шкафа?» — не успокаивалась мама. «Придется заново разбираться со всеми припасами на ближайшие три-четыре дня». «Да перестань ты переживать!» — говорил Ларри. «Честное слово, можно подумать, случилась не весть какая катастрофа. Спира будет доставлять нам продукты». «Пусть для тебя это не катастрофа!» — сухо произнесла мама. «Но для меня еще какая!» Тепло попрощавшись с остальными участниками вылазки, мы расположились в машине Спира и поехали домой. Хотя Ларри весело напевал, а Лесли расписывал маме прелести пистолета с перламутровой рукояткой, хотя Марго всячески убеждала маму, что из подаренного ею отреза выйдет чудесное платье, а я не жалел усилий, чтобы поднять настроение мамы, рассказывая о чрезвычайно редкой бабочке, которую поймал подаренным ею сачком. Наша родительница до самого дома хранила ледяное молчание. Было очевидно, что утрата холодильного шкафа причинила ей глубокую боль. Войдя в дом, она налила себе добрую порцию бренди и села на кушетку, явно пытаясь сообразить, каким меню мы сможем обходиться, пока холодильный шкаф не будет извлечен из морской пучины, в чем все мы, включая Спира, горячо заверяли ее. Ларри обнаружил, что на его имя поступила почта. Наполнив себе бокал вина, он с интересом принялся вскрывать письма. «Боже!» — воскликнул он, читая второе письмо. «Грубинштейны едут к нам, и Гертруда будет с ними». Мама очнулась от своего гастрономического транса. «Грубинштейны? Ты говоришь про этого жирного человечка, который выглядит так, словно не мылся полтора месяца, и про эту его ужасную цыганистую супругу?» «Замечательный талант», — сказал Ларри. «Из него получится выдающийся поэт». «Гертруда тоже интереснейшая женщина. Пишет чудесные картины. Она понравится тебе». «Понравится тем больше, чем меньше я их буду видеть», — произнесла с достоинством мама. «Об этой Гертруде судить не берусь, но Грубинштейны далеко не подарок». «Как это понимать? Чем меньше ты будешь видеть», — удивился Ларри. «Они остановятся у нас». «Как? Ты пригласил к нам?» — поразилась мама. «Ну, конечно», — ответил Ларри, словно иначе и быть не могло. «У них нет денег, чтобы снять себе жилье». Мама глотнула Брэнди, надела очки и попыталась изобразить крайнее негодование. «Ну вот что Ларри», — твердо молвила она. «Пора покончить с этим. Я не желаю, чтобы ты приглашал всех этих людей, во всяком случае не предупредив меня. Когда они должны приехать?» «Послезавтра», — сказал Ларри. «Пора покончить с этим. Повторила мама. Пожалей мои нервы. Не понимаю, чего ты так разворчалась», — огрызнулся Ларри. «Это чудеснейшие люди. И ведь ты отлично отдохнула. Разве нет?» Глава третья. «Коварная коробка». Во второй половине 1939 года, когда стало очевидно, что война неизбежна, наша семья покинула Корфу и возвратилась в Англию. На первое время мы сняли квартиру в Лондоне. И пока мама в поисках дома совершала вылазки в провинцию, я мог свободно изучать Лондон. Хотя мне никогда не нравились большие города, Лондон той поры пленил меня. Как-никак, самой крупной знакомой мне столицей был город Корфу, величиной не больше какого-нибудь захолустного английского городишка. Так что великая громадина Лондона таила сотни манивших меня волнующих тайн. Тут и музей естественной истории, и, конечно же, зоопарк, где я наладил дружеские отношения с некоторыми смотрителями. Это укрепило мое убеждение, что работа в зоопарке – единственная стоящая профессия в мире и упрочило желание обзавестись собственным заведением такого рода. Недалеко от нашей квартиры помещалась торговая точка, неизменно привлекавшая мое внимание. На вывеске было написано «Аквариум», и витрина в самом деле была заполнена большими аквариумами с ярко окрашенными рыбками. И что еще больше меня занимало – рядами стеклянных ящиков, в которых содержались зеленые змейки, удавчики, большие зеленые ящерицы и пучеглазые жабы. Я мог подолгу стоять перед витриной, любое с этими дивными созданиями, и жаждая завладеть ими. Но поскольку дома у меня уже содержались две сороки и всякие прочие птицы, а также одна обезьянка, я сознавал, что всякое пополнение живого инвентаря навлечет на меня гнев родных. И мне оставалось только с тоской созерцать прекрасных рептилий. И вот однажды утром, проходя мимо аквариума, я обратил внимание на прислоненное к стеклянному ящику объявление, гласящее, «Требуется молодой надежный помощник». Я вернулся домой и поразмыслил. «Тут поблизости есть место в зоомагазине», сообщил я маме. «В самом деле, милый», откликнулась она машинально. «Ну да, им требуется молодой надежный помощник. Я... я думаю подать заявление», небрежно добавил я. «Отличная идея», сказал Ларри. «И сможешь сюда притащить всех их зверей». «Вряд ли ему позволят это сделать, милый», возразила мама. «Как вы думаете, сколько они будут платить за такую работу?» спросил я. «На многое не рассчитывай», заметил Ларри. «Сомневаюсь, чтобы тебя сочли надежным помощником». «Но что-то они ведь должны платить», настаивал я. «А как у тебя с возрастом?» осведомился Ларри. «Мне скоро шестнадцать», ответил я. «Ну что ж, попытка не пытка», заключил он. «На другое утро я отправился к зоомагазину и вошел внутрь. Тотчас навстречу мне устремился невысокий, худой, смуглый мужчина в огромных роговых очках. «Доброе утро, доброе утро, доброе утро, доброе утро, сэр! Чем могу быть вам полезен?» «Вам, ээээ... Вам требуется помощник», промямлил я. Он наклонил голову на бок, и глаза его за очками стали еще больше. «Помощник», сказал он. «И вы желаете получить это место?» «Эээ... ну да», ответил я. «У вас есть опыт?» спросил он с сомнением в голосе. «О, у меня большой опыт. Я всегда держал дома пресмыкающихся рыб и прочую живность. У меня и сейчас полная квартира животных». Мужчина внимательно посмотрел на меня. «А сколько вам лет?» осведомился он. «Шестнадцать. Скоро семнадцать», солгал я. «Ну что ж», сказал он. «Учтите, много платить мы не можем. У нас чрезвычайно высокие накладные расходы. Но для начала, скажем, фонд десять шиллингов». «Идет». «Идет», — согласился я. «Когда можно приступать?» «Лучше приходите в понедельник», — предложил он. «Я говорю «понедельник», потому что тогда будет удобнее оформить все бумаги. Иначе можно и запутаться, верно?» «А, так вот. Моя фамилия Ромели. Мистер Ромели. Я назвал свою фамилию, и мы обменялись положенными рукопожатиями и застыли на месте, глядя друг на друга. «Было совершенно ясно, что мистер Ромели никогда еще не нанимал кого-либо и плохо представлял себе, как следует действовать дальше. Я посчитал своим долгом помочь ему. Может быть, вы сейчас покажете мне свое хозяйство и расскажете, что я должен буду делать? «О, отличная мысль!» и воскликнул мистер Ромели. «Отличная мысль!» И он запорхал по своему магазину и размахивая руками, словно бабочка крыльями, показывая, как следует чистить аквариум, как кормить мучными червями лягушек и жаб, где лежат щетки и стоят метлы. В просторном подвале под торговым залом хранялся различный рыбий корм, лежали сачки и прочие вещи. Из неплотно завернутого крана вода капала в большой таз, где лежало нечто, на первый взгляд, напоминающее сырое баранье сердце. Присмотревшись, я понял, что передо мной сплошной клубок тоненьких трубочников. Эти ярко-красные черви, излюбленный корм не только всех рыбок, но и некоторых земноводных и присмыкающихся. Далее я обнаружил, что в дополнение к восхитительным созданиям, демонстрируемым на витрине, магазин располагает множеством другой живности. Тут были ящики с жабами, ящерицами, черепахами и лоснящимися змеями, аквариумами, с глотающими воздух влажными лягушками и тритонами с весончатым гребнем вдоль хвоста, похожего на вымпел. Живя уже не один месяц в пыльной, сухой лондонской среде, я ощутил себя здесь, словно в райском саду. — Ну так, — сказал мистер Роммели, завершив показ. — Значит, вы приступаете в понедельник, да? — Ровно в девять утра. — Надеюсь, не опоздаете. Только смерть помешала бы мне явиться в зоомагазин в понедельник в девять утра. И без десяти девять в понедельник утром я мерил шагами тротуар у входа в зоомагазин. Наконец появился, прозвякивая ключами и мистер Роммели, в длинном черном пальто и черной фетровой шляпе. — Доброе утро, доброе утро, — пропил он. — Рад видеть, что вы пришли вовремя. Отличное начало. Мы вошли в магазин, и я приступил к выполнению своих обязанностей. Первым делом надлежало подмести и без того чистейший пол. А затем я обошел аквариумы, бросая рыбкам комочки извивающихся трубочников. Мне не понадобилось много времени, чтобы обнаружить, что мистер Роммели, при всей его доброте, мало что знал о находящихся на его попечении животных. Большинство террариумов были обставлены вовсе без учета привычек их обитателей. То же можно было сказать и про аквариумы. Кроме того, мистер Роммели исходил из теории, согласно которой можно пичкать животное одним и тем же кормом, покуда оно его принимает. И я решил заняться, как украшением сосудов, так и кормлением наших питомцев, внести разнообразие в их рацион. Разумеется, я понимал, что следует действовать осторожно, ибо мистер Роммели был человек консервативных привычек. «Вам не кажется, мистер Роммели, спросил я в один прекрасный день, что рептилиям и земноводным хотелось бы отведать что-нибудь другое, кроме мучных червей». «Что-нибудь другое?» Глаза мистера Роммели расширились. «Что именно?» «Ну, как насчет мокрить?» «Я всегда кормил своих рептилий мокритцами». «Вы уверены?» спросил мистер Роммели. «Совершенно уверен». «Это не повредит им?» тревожно осведомился он. «Нисколько!» ответил я. «Они обожают мокритц!» «Все-таки какое-то разнообразие!» «Но где мы их возьмем?» уныло справился мистер Роммели. «Думаю, в парках их сколько угодно», сказал я. «Я схожу как-нибудь, посмотрю». «Ладно», неохотно согласился мистер Роммели. «Если вы твердо уверены, что это им не повредит». В один из ближайших дней я отправился в парк и наполнил большую жестяную банку мокритцами, которых поселил в ящике с прелыми листьями в подвале. И когда мне казалось, что лягушкам, жабам и ящерицам начинают приедаться мучные черви, я подсыпал им хрущиков, а присытятся хрущиками, получайте мокритц. В первое время мистер Роммели заглядывал в террариумы с испугом на лице, словно опасался, что увидит сплошь мертвые тела рептилий и амфибий. Когда же он убедился, что лягушки не только тучнеют от новой смеси, но и начали квакать, его восторгу не было пределом. Моя следующая скромная попытка изменить царящие порядки касалась двух крупных, незлобивых мавританских жаб из Северной Африки. Дело в том, что мистер Роммели представлял себе всю Северную Африку как безбрежную пустыню, где круглые сутки светит солнце и температура воздуха не опускается ниже 90 градусов в тени, если тень вообще существует. А потому он заточил несчастных жаб в стеклянном террариуме, над которым подвесил две яркие электрические лампочки. Бедняжки сидели на гладком белом песке, и не было там ни одного камня, позволяющего укрыться от резкого света. Целый день температура воздуха в террариуме держалась около 40 градусов, и опускалась только ночью, когда мы выключали электричество. В итоге глаза жаб помутнели, как будто в них образовалась катаракта, кожа высохла и шелушилась, лапки снизу были воспалены. Понимая, что дерзновенное предложение пересадить жаб в другой террариум с клочками влажного мха, повергнет мистера Роммели в ужас, я скрытно принял некоторые меры, чтобы скрасить существование несчастным земноводным. Для начала стащил на маминой кухне немного оливкового масла и когда мистер Роммели удалялся на обеденный перерыв, смазывал кожу жабом. Она сразу стала меньше шелушиться. Затем я сходил в аптеку за мазью, удивив фармацевта объяснением, для чего она предназначена, и обработал ею лапки мавританок. И это от счастья помогло. Обзаведясь глазной мазью, какой обычно пользуют собак, я проверил ее на жабах с отменным результатом. Кроме того, каждый раз, когда мистер Роммели уходил обедать, я освежал жаб теплым душем, чему они явно были рады. Сидят, глотая воздух, и благодушно мигая глазами, и стоило мне чуть отодвинуть леечку, как они ползли следом, чтобы попасть под струйки. Когда же я положил в террариум изрядный клок мха, обе поспешили укрыться под ним. «Ой, посмотрите, мистер Роммели!» старательно изобразил я удивление. «Я случайно положил мох в террариум к жабам, и, похоже, им это понравилось». «Мох?» сказал мистер Роммели. «Мох? Но ведь они обитают в пустыне». «Насколько я понимаю, ответил я, и в пустынях кое-где есть немного растительности». «Я думал, там сплошной песок», заметил мистер Роммели. «Сплошной песок? Сколько хватает глаз?» «Да нет, растут же там небольшие кактусы и все такое прочее», робко возразил я. «Во всяком случае, жабы как будто довольны, верно?» «Без сомнения», согласился мистер Роммели. «По-вашему, стоит оставить им мох?» «Ага», ответил я. «Может, добавить еще немного?» «Вряд ли это им повредит». «Хотя», тревожно добавил он, «не может случиться так, что они станут его есть и подавятся». «Не думаю», заверил я его. С той пары мои симпатичные жабы располагали мхом, под которым могли укрыться. Больше того, они могли сидеть на подстилке из мха, и вскоре лапки их совершенно зажили. А я тем временем сосредоточил свое внимание на рыбках. Как не любили они ручейников, мне казалось, что их диету тоже следует разнообразить. «Как вы считаете, пустил я пробный шар, обращаясь к мистеру Ромеле, что если мы попробуем кормить рыбок дафниями? напомню, дафнии крохотные водяные бложки. Мы получали их из хозяйства, которое снабжало наш зоомагазин водорослями, улитками, песноводными рыбками и прочим товаром, и продавали в маленьких баночках аквариумистам. Дафниями, молвил мистер Ромеле, кормить рыбок дафниями? Разве они станут есть дафнии? Но если не станут, почему же мы продаем их людям, чтобы кормили своих рыбок? Осведомился я. Логика сего замечания произвела сильнейшее впечатление на мистера Ромеле. Знаешь, ты прав, сказал он, ты прав, у нас в подвале еще остался небольшой запас. Завтра прибудет новая партия. Попробуй, посмотрим, что получится. Я вылил по столовой ложке в каждый аквариум, и рыбки набросились на дафнии так же жадно, как лягушки и жабы на мокриц. Дальше у меня было задумано получше украсить наши террариумы и аквариумы, но тут требовалось действовать крайне осторожно, ибо этим делом мистер Ромеле занимался самолично и единолично. И не столько потому, сдается мне, что это ему нравилось, просто как глава фирмы, он почитал это своим долгом. Мистер Ромеле обратился я к нему однажды. У меня сейчас все дела сделаны, и в лавке нет покупателей. Разрешите мне декорировать какой-нибудь из аквариума. Мне очень нравится, как вы это делаете, и хотелось поучиться у вас. Ну-ну, зарделся мистер Ромеле, ну-ну, я не сказал бы, что у меня это так уж хорошо получается. О, по-моему, вы делаете это великолепно, не унимался я, и мне хотелось бы поучиться. Ну, ладно, согласился мистер Ромеле. Возьми какой-нибудь поменьше, а я буду тебе кое-что подсказывать. Так, посмотрим, посмотрим. Ага, вон тот аквариум с малининезиями. Его не мешает почистить. Значит, попробуй перенести рыбок в запасной аквариум. Потом опорожни его и хорошенько почисти, чтобы мы могли начать, как говорится, с азов. Идет? Вооружившись маленьким сачком, я перенес маленьких, блестящих, как оливки, черных молли в запасной аквариум. Затем опорожнил и почистил их старую обитель, после чего подозвал мистера Ромери. А теперь, начал он, положи на дно песок и два-три камня и посади, пожалуй, кустик в леснерии в том углу. Идет? А можно я попробую действовать сам? Спросил я. Мне, мне кажется, так я скорее научусь. А когда я закончу, вы проверите и скажете, что сделано не так. Прекрасная мысль заключил мистер Ромери и побрел к своему косому аппарату, оставив меня в покое. Аквариум был совсем маленький, но я основательно потрудился. Прочертил в песке борозды, так что получились высокие серебристые гряды. соорудил небольшие горки, посадил кустики в лесные, так чтобы Молли могли ходить стайками между ними. Потом осторожно налил воду, и когда она достигла нужной температуры, вернул в аквариум рыбок и позвал мистера Ромели, чтобы он оценил мои труды. «Ух ты!» воскликнул он. «Ух ты!» Он посмотрел на меня, и можно было подумать, что он огорчен моим успехом. Как бы тут не попасть в просаг. «Вам... вам нравится?» спросил я. «Это...» «Это замечательно!» «Замечательно!» «Как только это...» «Как тебе удалось?» «Мне удалось, потому что я смотрел, как вы работаете, мистер Ромели. Без ваших уроков у меня ничего не вышло бы». «Ну-ну...» «Ну-ну...» снова зарделся мистер Ромели. «Однако я вижу, что ты кое-что и сам придумал?» «Все это идеи, которые я почерпнул, наблюдая за вами, мистер Ромели», сказал я. «Гм...» «Весьма похвально!» «Весьма похвально!» отозвался мистер Ромели. На другой день он спросил, не возьмусь ли я декорировать еще один аквариум. И я понял, что одержал маленькую победу, не задев его чувств. Но больше всего мне хотелось заняться огромным аквариумом, украшавшим нашу витрину. Длиной около полутора метров и глубиной три четверти метра он служил обителью обширной коллекции различных ярко окрашенных рыбок. Однако я понимал, что есть границы, которые еще рано приступать. А потому я продолжал работать с малыми аквариумами, и когда мистер Ромеле свыкся с этими проявлениями моей инициативы, заикнулся наконец о нашем парадном аквариуме. — Позвольте мне попробовать сделать что-нибудь с ним, мистер Ромеле, спросил я. — Что? Ты про нашу витрину? — Ну да. Его все равно надо бы... надо уж почистить. Вот я и подумал, может быть, попробовать по-новому его декорировать? — Прямо не знаю, задумчиво произнес мистер Ромеле. — Не знаю. Сам понимаешь, это важнейший центральный элемент витрины. Именно он привлекает к нам покупателей. Мистер Ромеле был совершенно прав, однако покупатели привлекали пестрые стайки разноцветных рыбок, а не попытки декорировать аквариум, придававший ему сходство с изрытой пустошью. — Я только попробую. Ладно, не сдавался я. Если не получится, сделаю как было раньше. Я готов, готов потратить на это половину рабочего дня. — Ну что ты, зачем же? — взволнованно произнес мистер Ромеле. — С какой-то стати тебе все дни проводить в стенах магазина. Молодой парень, тебе необходимо пройтись, подышать свежим воздухом. Ладно, согласен. Попробуй и поглядим, что получится. Половину дня я не уложился, поскольку приходилось отвлекаться на покупателей, которые приходили за трубочниками или дафниями или квакшами для своего садового пруда. Над большим аквариумом я трудился с усердием, достойным всяческого подражания. Со орудил песчаные дюны и красивые горки из гранита. В ложбинах между гранитными горками посадил валиснерию и другие более нежные растения. На поверхности воды разместил крохотные белые цветки, напоминающие миниатюрные кувшинки. Песком и камешками замаскировал довольно уродливый с виду подогреватель, аэратор и термостат. Завершив эти работы и возвратив в аквариум ярко-красных меченосцев, глянцевитых черных молей, серебристых топориков и будто светящихся неоновых рыбок, я отступил на несколько шагов, созерцая свое творение, и сам восхитился своими талантами. Мистер Роммели пришел в восторг, чему я, понятно, был очень рад. «Великолепно! Изящно!» воскликнул он. «Просто изящно!» «Ну, вы же знаете поговорку», сказал я, «у хорошего учителя и ученик хороший». «Ладно, ладно, льстить мне!» Он, шутя, погрозил мне пальцем. «Это тот самый случай, когда ученик превзошел учителя». С той поры мне было позволено декорировать все аквариумы и террариумы. Подозреваю, что в душе мистер Роммели был только рад освобождению от необходимости проявлять в столь утомительном деле свое полное отсутствие изысканного вкуса. После одного-двух экспериментов, где лучше проводить обеденный перерыв, я остановился на маленьком кафе поблизости от зоомагазина. Здесь я приметил добрую официантку, которую некоторой нехитрой лестью склонил подавать мне повышенную норму сосисок с картофельным пюре и предупреждать о смертельной опасности, исходящей от обозначенной в меню тушеной баранины с луком и картофелем. Однажды, направляясь в это кафе, я обнаружил, что кратчайший путь туда пролегает через узкий переулок между большими магазинами и высокими жилыми домами. Переулок был вымощен булыжником, и, входя в него, я чувствовал себя так, словно меня перенесли во времена Диккенсовского Лондона. Часть переулка окормляли деревья, а дальше располагались крохотные лавки. Одна из них, обитель Генри Беллоу, свидетельствовала, что наш зоомагазин не единственный в округе. За грязным окном размером два на два метра витрина уходила вглубь примерно на полметра и была заполнена маленькими квадратными клетками, в каждой из которых содержались одна-две птички, зяблики, зеленушки, коноплянки, канарейки, волнистые попугайчики. Пол внизу был покрыт толстым слоем шелухи и помета, но сами клетки блистали чистотой, и внутри их зеленили веточки крестовника или латука, а снаружи была прикреплена белая бумажка с кривыми буквами «Продано». За стеклянной дверью висела желтая кружевная занавеска, а между ней и стеклом готические буквы на куске картона вежливо приглашали покупателя входить. Обратная сторона, как мне предстояло убедиться, также учтиво извещала, что магазин закрыт. За все дни, что я топал по булыжнику, спеша проглотить свои сосиски с картофельным пюре, ни разу не видел, чтобы в эту лавку входили или ее покидали покупатели. Она производила совершенно безжизненное впечатление, если не считать птичек в витрине, которые иногда вяло перепрыгивали с жердочки на жердочку. Шли недели, и я никак не мог взять в толк, почему покупатели не уносят проданных пернатых. Не могли же все новые владельцы трех десятков отобранных печух одновременно отказаться от покупки. И даже если так вдруг случилось, почему не убранной бумажки с надписью «Продано» ограниченное время обеденного перерыва не позволяло мне углубиться в раскрытие этой тайны, и все же случай представился в один прекрасный день, когда мистер Роммели, который порхал по магазину, напевая «Я маленькая пчелка», спустился в подвал и вдруг издал тонким голосом крик, выражающий предельный ужас. «В чем дело, мистер Роммели?» осторожно справился я. Мистер Роммели показался внизу, держась руками за голову, лицо его выражало предельное отчаяние. «Какой же я глупец!» причитал он. «Какой глупец!» «Глупец!» «Глупец!» произнес он трагическим тоном, снимая очки и принимая слихорадочно протирать стекла. «Наши запасы кончились?» «Да», возвестил мистер Роммели за могильным голосом. «Какой же я тупица! Какая небрежность! Такая непростительная нерадивость! Меня мало изгнать отсюда! Я глупейший из смертных!» «Разве нельзя закупить еще?» попытался я остановить это самобичевание. «Но то хозяйство всегда снабжает меня!» воскликнул мистер Роммели, словно мне это не было давно известно. «Хозяйство снабжает меня, когда я делаю заказ в конце недели. А тут я, последний идиот, забыл про это. Но разве нельзя закупить где-нибудь еще?» спросил я. «А все наши гупи и меченосцы и черные молли ждут не дождутся своей порции ручейников», продолжал мистер Ромели, доводя себя до исступления. «Они так их любят! Как я могу смотреть на эти маленькие ротики, тыкающиеся в стекло?» «Как могу я уйти на обед, зная, что бедные рыбки...» «Мистер Ромели», решительно перебил я его, «Можем мы приобрести ручейников где-нибудь еще, кроме того хозяйства?» «А?» уставился он на меня. «Кроме хозяйства? Но они всегда снабжают меня...» «Постой, кажется, я тебя понял...» «Ну да...» Он тяжело поднялся по деревянным ступенькам, вытирая лоб, и возник передо мной, словно единственный уцелевший после обвала в шахте. Обвел трагическим, отсутствующим взглядом наш интерьер. «Но где?» сказал он наконец, с отчаянием в голосе. «Где?» «Ну?» проявил я инициативу. «Как насчет Бэлоу?» «Бэлоу?» «Бэлоу ничего не смыслит в делах. Он торгует птицами. Откуда у него быть ручейником?» «И все-таки стоит попробовать», настаивал я. «Давайте я схожу и узнаю». Мистер Роммели поразмыслил. «Хорошо», произнес он наконец, отрывая взгляд от укоризненно смотрящих на него рыбьих верениц. «Возьми в касте десять шиллингов и постарайся не задерживаться слишком долго». он он вручил мне ключ от кассы и сел угрюмо созерцая блеск своих начищенных ботинок. Я достал в кассе десяти шиллинговую ассигнацию, написал на бумажке взято десять шиллингов наручейников, положил ее в кассу, запер и сунул ключ в вялую пятерню мистера Ромери. Мих и я уже на улице протискиваюсь через толпы глазеющих на витрины прохожих, сопровождаемые грохотом огромных красных автобусов, за которыми вьются стайки легковых машин. Наконец сворачиваю в заветный переулочек и оказываюсь в царстве мира и покоя. Рев автобусов, топот ног, виск тормозов, гудки клаксонов сливаются сплошной приглушенный гул, чем-то похожий на ласкающий слух рокот далекого прибоя. Слева от меня черные от копоти глухая стена, справа чугунная ограда перед клочком земли на поступах к местной церкви, где некий достойный человек посадил платаны. Деревья протянули ветви над оградой, осенив проулок зеленью листвы, а по крапчатым их стволам тяжело карабкаются горбатись гусеницы, устремленные к цели, неведомой им самим. Там, где окончалась посадка, начинались лавки числом шесть, все крохотные и все отнюдь не преуспевающие. Вот Клитим Нестра, салон модной женской одежды с довольно экстраординарной достопримечательностью на витрине, мехом пушистого зверька, чьи стеклянные глаза и зажатый зубами хвост заставили бы сжаться сердце всякого противника живодерства. Дальше кафе Пикси, легкие ленчи, закуски, чай. А подкрепившись можно было зайти в табачную лавку Уолита, чья витрина сплошь была заполнена рекламой сигарет и трубок. Почетное место занимала реклама самых дешевых сигарет. Быстро шагая дальше, я миновал контору агента по продаже недвижимости Вильяма Дровера с красующимися за стеклом блеклыми фотографиями заманчивых жилых строений, а затем сумрачную витрину господ М. и Р. Драмлин водопроводчиков с несколько неожиданным скупым оформлением одиноким розовым унитазом и замыкала сей торговый ряд дверь с простой немудрящей выцветшей вывеской Генри Беллоу птицевод. Наконец-то сказал я себе я могу войти в эту лавку и хотя бы раскрыть тайну проданных птичек. Однако тут произошло нечто неожиданное. Высокая костлявая женщина в грубошерстном костюме и увенчанной пером потешной тирольской шляпе решительно прошагала к двери с картонкой, на которой было написано «Прошу». Взялась за ручку и под мелодичный звон колокольчика вошла в лавку, опередив меня на какое-то мгновение. Я опешил. На моих глазах впервые одна из лавок в этом переулке удостоилась посещения покупателя. Тут же, горя желанием увидеть, что будет дальше, я рванулся следом за этой женщиной и очутился внутри раньше, чем успела захлопнуться дверь. В лавке царил полумрак, и мы с покупательницей в цирольской шляпе, уподобились мотылькам, застрявшим в пыльной паутине. Казалось, мелодичный колокольчик должен был тотчас вызвать из недр лавки услужливого продавца. Однако царила полная тишина, нарушаемая только слабым щебетом печух в витрине до шорохом крыльев приютившегося в углу кокоду. Хорошенько взъерошив перья, звук был такой, точно кто-то встряхивал неглаженную после стирки простыню. Попугай наклонил голову набок и мягко произнес безразличным тоном «Хэлло! Хэлло! Хэлло!» Мы ждали, и короткое ожидание показалось нам вечностью. По мере того, как мои глаза смыкались с полумрака, я рассмотрел маленький прилавок и за ним полки с птичьим кормом и другими вещами, потребными для птицеводства. А перед прилавком стояли на полу большие мешки с коноплей, просом и рапсом. На одном из мешков восседала, торопливо уписывая семена, белая мышка, чем-то похожая на нервно покусывающего соломинку участника званой вечеринки. Я уже подумывал о том, чтобы открыть дверь, чтобы снова зазвенел колокольчик, когда в глубине лавки распахнулась другая дверь, и в нашу сторону важно направился, виляя хвостом, почтенного возраста большой охотничий пес, сопровождаемый, как я понял, Генри Беллоу, высоким тучным мужчиной с седой кудрявой шевелюрой и густыми колючими усами, напоминающими куст можжевельника, в котором могла бы удобно обосноваться целая стайка птиц. Из-под косматых бровей, сквозь очки в золотой оправе, на нас смотрели синие, как барвинок, маленькие, яркие глаза. Он двигался с тяжеловесной медлительностью, словно ленивый тюлень. Подойдя к нам, приветственно наклонил голову. «Мадам», сказал он, и в его произношении угадывался уроженец юго-западной части Англии. «Мадам, к вашим услугам». Женщина в тирольской шляпе явно была слегка озадачена столь торжественным обращением. «О, э, добрый день», произнесла она. «Чем могу служить?» осведомился мистер Беллоу. «Понимаете, вообще-то мне нужен ваш совет», объяснила она. «Э, исполняется четырнадцать лет, и я хотела бы купить ему птичку ко дню рождения. Он обожает птиц». «Птицу», сказал мистер Беллоу. «Птицу». «И какое именно птицу?» «Какой вид вы подразумеваете, мадам?» «Ну, я, э, даже не знаю», ответила женщина в тирольской шляпе. «Как насчет канарейки?» «В это время года я не стал бы связываться с канарейками». Мистер Беллоу скорбно покачал головой. «Не стал бы связываться сам и поступил бы нечестно, мадам, если бы продал вам канарейку». «Почему же именно в это время года?» озабочена осведомилась покупательница. «Сейчас самое скверное время для канареек, сказал мистер Беллоу. Понимаете, опасно для бронхов». «О!» молвила леди в тирольской шляпе. «Ну, а что вы скажете о волнистом попугайчике?» «Простите, мадам, но опять же не советую. Очень уж сейчас распространился пситокос». «Что распространилось?» «Пситокос, мадам, так называемая попугайная болезнь. Большинство попугайчиков болеют в это время года. Дело в том, что она смертельно опасна для людей. На днях сюда приходил инспектор из Министерства здравоохранения, проверял моих волнистых, предупредил, что они могут вот-вот заболеть, а потому мне следует воздержаться от продажи». «Хорошо, что же вы тогда мне порекомендуете?» С отчаянием в голосе осведомилась дама. «По правде говоря, мадам, сейчас самое неудачное время года для покупки птиц», ответил мистер Беллоу. «Понимаете, у них как раз идет линка. Стало быть, вы не советуете мне покупать птичку? А как насчет чего-нибудь другого, скажем, белой мышки?» «Боюсь, мадам, вам придется обратиться в какой-нибудь другой магазин», сказал мистер Беллоу. «К сожалению, я не торгую такими животными». «О!» произнесла незадачливая покупательница. «О!» «Что ж, попробуй обратиться в универмах Харродс». «Прекрасный торговый центр, мадам», отозвался мистер Беллоу. «Замечательный! Уверен, что вам там смогут подобрать подходящий предмет». «Большое спасибо! Вы очень любезны», сказала она и покинула лавку. «Когда дверь закрылась, мистер Беллоу повернулся ко мне. «Добрый день», поздоровался я. «Добрый день, сэр», ответил он. «Чем я могу быть полезен вам?» «Понимаете, дело в том, что я пришел узнать, нет ли у вас ручейников. Я работаю в аквариуме, и у нас кончились ручейники». «Вы сказали в аквариуме у коллеги Роммели?» «Совершенно верно», сказал я. «Понятно. И почему вы решили, что у меня могут быть ручейники? Я ведь торгую птицами». Мистер Роммели так и сказал, но я подумал, вдруг у вас все-таки найдутся ручейники. И решил зайти и спросить. «Что ж, и вы представьте себе, не ошиблись», ответил мистер Беллоу. «Пойдемте со мной». Через заднюю дверь мы вошли в маленькую, неряшливую, но довольно уютную гостиную. В состоянии обивки дивана и кресла красноречиво свидетельствовало, что пес любит отдыхать на них не меньше, чем хозяин. Продолжая идти следом за мистером Беллоу, я очутился на мощеном дворике, осененном ветвями кладбищенских платанов, и увидел маленький пруд, в который сочилась вода из крана. Посреди пруда на каменной горке стоял гипсовый купидон. В воде сновали полчища золотых рыбок, а у дальнего конца пруда стояла большущая банка из-под варенья с клубком ручейников внутри. Взяв другую пустую банку, мистер Беллоу переправил в нее часть этого клубка и вручил мне. «Вы очень добры», сказал я. «Сколько я вам должен?» «О, не вздумай платить», ответил мистер Беллоу. «Платить вовсе не надо. Прими это как подарок». «Но это очень дорогой подарок», озадаченно возразил я. «Ничего, прими от меня этот подарок», настаивал он. Вместе мы возвратились в лавку. «Скажите, мистер Беллоу, спросил я. Почему на клетках всех птиц в вашей витрине прикреплены бумажки с надписью «Продано»?» Он пристально посмотрел на меня своими синими глазками, потому что они и впрямь проданы. Но они проданы давным-давно. Когда я в первый раз проходил этим переулком, бумажки уже висели, «А это было больше двух месяцев назад. Что владельцы не приходят за ними? Нет, просто я надержу птицу себя, пока хозяева не смогут их забрать. Кто-то из них строит вольеры, кто-то еще не обзавелся клетками и все такое прочее», сказал мистер Беллоу. «Они были проданы в благоприятное время года?» По его губам скользнула тень улыбки. «Да, конечно же». «У вас есть еще птицы?» «Да, наверху, на втором этаже». «Если я приду к вам в другой раз, когда у меня будет больше времени, я смогу на них посмотреть?» Мистер Беллоу задумчиво посмотрел на меня, потер пальцами щеку. «Что ж, пожалуй, это возможно. Когда бы ты хотел прийти?» «Ну, в субботу я работаю до обеда. Можно мне прийти тогда, в субботу?» «Обычно в субботу у меня закрыто», ответил мистер Беллоу. «Но если ты позвонишь в дверь три раза, я впущу тебя?» «Большое спасибо», сказал я, «и спасибо за ручейников. Мистер Роммели будет весьма благодарен». «Не за что», отозвался мистер Беллоу. «Всего доброго». И я вышел в тихий переулок и направился к себе в свой зоомагазин. В последующие два-три дня я упорно думал о мистере Беллоу. Я ни минуты не верил, что птицы в его витрине действительно проданы. Однако не мог взять в толк, зачем выдавать их за проданных. А еще меня крепко озадачило его нежелание продать птичку женщине в тирольской шляпе. Я решил в субботу, во что бы то ни стало добиться от мистера Беллоу ответа на эти загадки. Ровно в два часа в субботу я подошел к дверям его лавки. Картонка за стеклом учтево извещала, что магазин закрыт, тем не менее я позвонил трижды и стал ждать. Наконец дверь отворилась. «А, сказал мистер Беллоу, добрый день». «Добрый день, мистер Беллоу», отозвался я. «Входи же», пригласил он меня. Я вошел, и он тщательно запер дверь. «Итак», напомнил он, «Ты хотел посмотреть птиц?» «Да, если можно», ответил я. Он повел меня через гостиную и вверх по узкой расшатанной лестнице. Насколько я мог судить, на втором этаже его лавки помещалась крохотная ванная, спальня и еще одна комната, чьи стены сплошь занимали клетки с птицами всех видов, цветов и размеров. Тут были маленькие юрки-вьюрки из Африки и Азии, даже два-три ярко окрашенных австралийских вьюрка. Были зеленые попугайчики и словно одетые в королевскую мантию красные кардиналы. Волшебное зрелище! Квалификация мистера Беллоу заметно превосходила познание мистера Роммели. Он знал обычное и латинское название каждой птицы. Знал, где они водятся, какой корм предпочитают, сколько откладывают яиц. Словом, живая энциклопедия. — И все эти птицы продаются? — спросил я, пожирая глазами красного кардинала. — Конечно, — ответил мистер Беллоу. И поспешил добавить, но только в благоприятное время года. — Причем тут какое-то благоприятное время года? — озадаченно справился я. — Если вы торгуете птицами, можете продавать их когда угодно. — Разве нет? — Ну, некоторые так и поступают, — сказал мистер Беллоу. Но я взял за правило ни в коем случае не продавать птиц в неблагоприятное время года. Я заметил, что его глаза весело поблескивают. — Ну и когда же оно бывает в благоприятное время? — В моем представлении никогда, — сообщил мистер Беллоу. — Вы хотите сказать, что совсем не продаете птиц? — Очень редко, — ответил он. — В исключительных случаях только друзьям. — И потому вы не стали продавать птиц той женщине? — Да, — сказал мистер Беллоу. — И все те птицы на витрине на самом деле не проданы, верно? Мистер Беллоу смирил меня взглядом, точно прикидывая, способен ли я хранить тайну. — На самом деле, между нами говоря, они не проданы, — признался он. — Ну хорошо, а как насчет прибыли? — В том-то и дело, — сказал он, — что я не гонюсь за прибылью. Должно быть, у меня был крайне озадаченный вид, потому что мистер Беллоу издал гортанный смешок и сказал. — Давай-ка спустимся и попьем чаю, ладно? И я все тебе объясню. — Только обещай, что это останется между нами. — Обещаешь? Он шутливо погрозил мне толстым пальцем. — Конечно, обещаю! — воскликнул я. — Клянусь! — Отлично! — Ты любишь сдобные лепешки? — Ну да, — ответил я, сбитый с толку внезапной переменной темы. — Я тоже, — сказал мистер Беллоу. — Горячие лепешки с маслом и чай. Пошли. Спустимся вниз. И мы спустились в маленькую гостиную, где охотничий пес мистера Беллоу, которого звали, как я теперь обнаружил, Олдрич, гордо возлежал на диване. Мистер Беллоу зажег газ, испек несколько лепешек, щедро намазал их маслом и поместил лоснящуюся шаткую стопку на столик между нами. Тут и чайник вскипел, он заварил чай и расставил тонкие, изящные фарфоровые чашки. Мы приступили к чаепитию, мистер Беллоу передал мне лепешку, взял одну сам и вонзил в нее зубы с удовлетворенным вздохом. — Так что, что вы хотели сказать мне, почему не гонитесь за прибылью? — спросил я. — Понимаешь, — сказал он, тщательно вытирая платком руки, усы и губы. — Это довольно длинная и сложная история. Когда-то весь этот переулок принадлежал одному эксцентричному миллионеру по фамилии Потт, чьим именем и называется до сих пор. Насколько я понимаю, он был, выражаясь современным языком, социалистом. Он построил все здешние лавки и установил правила для их деятельности. Лавки сдавались желающим в бессрочную аренду. Причем каждые четыре года арендная плата подлежала пересмотру. Если лавка преуспевала, плата, соответственно, повышалась. Если нет, понижалась. Ну вот, я въехал сюда в 1921 году и с тех пор плачу 5 шиллингов в неделю. Я недоверчиво возрелся на мистера Бэллоу. — Пять шиллингов в неделю? Но ведь это гроши за такое помещение. Здесь ведь рукой подать до Кенсингтон-Хай-Стрит с ее фешенебельными магазинами. — Совершенно верно, — сказал мистер Бэллоу. — В том-то и дело. Я плачу за аренду 5 шиллингов в неделю, то есть по фунту за месяц. Но почему такая неслыханно низкая аренда? — Потому, — объяснил мистер Бэллоу, — что у меня нет прибыли. Как только я обнаружил в контракте условие, о котором тебе сказал, сразу усмотрел удобную лазейку. У меня были отложены кое-какие деньги. Немного, но продержаться можно. И я искал такое жилье, где мог бы держать своих птиц. Тут и представилась идеальная возможность. Я обошел всех остальных съемщиков переулки Потта, поделился своим открытием и обнаружил, что у большинства та же забота, что и у меня. И располагая небольшими средствами, они нуждаются в дешевой обители. Мы учредили общество Потт-Лейн, объединились и нашли очень хорошего счетовода. Говоря хорошего, я разумею не этих слабаков, которые во всем цепляются за закон. От них добра не жди. Нет, мы нашли способного мозговитого молодца. Каждые полгода мы собираемся, и он проверяет нашу бухгалтерию, и говорит нам, как вести дела, чтобы пребывать на грани разорения. Мы действуем соответственно, и когда приходит срок пересматривать арендную плату, она либо остается прежней, либо немного снижается. Но люди, которым теперь принадлежат эти дома, разве не могут изменить ставки? Спросил я. Не могут, ответил мистер Беллоу. В этом все дело. Я выяснил, что согласно завещанию мистера Потта, условия аренды не могут быть изменены. Но наследники, наверное, пришли в ярость, когда узнали, что вы платите всего один фунт в месяц. Еще как, сказал мистер Беллоу. Чего только не делали, чтобы выселить меня. Безуспешно. Я нашел хорошего юриста, опять-таки, не из этих слабаков, для которых закон выше интересов клиента. И он живо поставил их на место. Все остальные лавки действовали заодно, и наследникам пришлось сдаться. Боясь обидеть мистера Беллоу, я воздержался от комментариев, хотя был уверен, что он все сочинил. Однажды мне уже довелось иметь дело с домашним учителем явно шизофренического склада, который рассказывал мне длинные замысловатые истории о своих приключениях. На самом деле ничего такого в его жизни не было, но ему уж очень хотелось, чтобы было. Словом, для меня подобные измышления не были новостью. «Надо же, как здорово получилось!» — сказал я. «Вы просто гений, что додумались до этого!» «Никогда не ленись читать мелкий шрифт!» Он шутливо погрозил мне пальцем. «А сейчас, извини, я должен сходить за Мэйбелл!» Он вышел в торговое помещение и вернулся, неся сидящего на его запястье к кокоду. Сев в кресло, положил птицу на спину, и та застыла, будто выточенная из слоновой кости, закрыв глаза и приговаривая «Хэлло! Хэлло! Хэлло!» Пригладив оперение Мэйбелл, мистер Бэллоу перенес ее к себе на колени и пощекотал перышки на животе. Она лежала, погруженная в блаженную дремоту. «Она начинает скучать, если слишком долго остается там одна!» Объяснил мистер Бэллоу. «Еще лепешку, дружок!» И мы опять принялись за лепешки, беседуя. Мистер Бэллоу оказался интереснейшим собеседником. В молодости он изрядно постранствовал и мог немало порассказать о местах, которые я мечтал посетить. С того дня я заходил к нему попить чай раз в две недели, и это были счастливые часы. Продолжая сомневаться в правдивости рассказа мистера Бэллоу о переулке Потта, я задумал провести эксперимент. За несколько дней посетил все лавки в этом ряду. Так, вклетим Нестру, я наведался якобы для того, чтобы купить шляпу маме ко дню рождения. Две милейшие пожилые леди, которым принадлежала лавка, долго извинялись. У них как раз кончились шляпы. Они могут предложить мне что-нибудь еще? Скажем, недорогой мех. Дело в том, сообщили мне, что все меха в магазине уже заказаны заранее. Теперь ожидается новая партия. Когда у моей мамы день рождения? В пятницу на следующей неделе, ответил я. О, к тому времени будет новое поступление. Непременно будет. Заходите. Владелец табачной лавки, мистер Олит, сообщил, что как раз тех сигарет, которые мне нужны, нет в наличии. И сигар нет, и трубок тоже. С великой неохотой он отпустил мне коробок спичек. Дальше я зашел к водопроводчика. Дескать, меня прислала мама. У нас что-то неладно с баком. Не могут ли они прислать человека, чтобы посмотреть, в чем дело? — Понятно, — сказал мистер Драмлин. — Насколько это срочно? — Крайне срочно, — ответил я. Вода не идет ни в уборную, ни в умывальники. — Понимаете, — сообщил он, — у нас есть только один работник. Только один. И он сейчас ушел по вызову. Это надолго. Не знаю даже, когда он управится. Может быть, день проработает. Может быть, два. А он не согласится поработать сверхурочно. — Боюсь, что не согласится, — сказал мистер Драмлин. Кстати, вы можете найти отличного водопроводчика на Кинсингтон-Хай-стрит. Обратитесь туда. Возможно, у них найдется свободный работник. Что до меня, боюсь, я не могу обещать вам ничего на ближайшие... Да, на ближайшие два-три дня. Это в лучшем случае. Поблагодарив, я отправился к мистеру Уильяму Дроверу, агенту по продаже недвижимости. Меня принял невысокий, убого одетый мужчина в очках с пушистой жидкой шевелюрой. Я объяснил, что моя тетушка подумывает о том, чтобы переехать в эту часть с Лондона, и, поскольку я живу поблизости, попросила меня сходить к агенту и подобрать для нее квартиру. Мистер Дровер поджал губы, снял очки, протер стекла, вернул очки на место и осмотрелся, словно ожидая увидеть спрятанную где-то квартиру. «Сейчас с квартирами плохо», — сказал он, — «очень плохо. Понимаете, очень уж много желающих переехать в этот район. Квартиры перехватывают перед самым носом». «И у вас нет ничего на примете? Ничего такого, что я мог бы показать своей тетушке?» «Ничего», — ответил он. «Совсем ничего, к сожалению. Совсем». «Ну, а как насчет маленького дома?» — осведомился я. «С домами тоже плохо. Так же плохо. Боюсь, в моей картотеке не найдется ни одного маленького дома, который устроил бы вас. Есть в пригороде дом с десятью спальнями. Как вы на это посмотрите?» «Нет, думаю, этот дом великоват», — сказал я. «К тому же она желает поселиться в этом районе». «Ни одна она, ни одна. Все стремятся сюда, не считаясь с теснотой». «Но это хорошо для вашего бизнеса», — заметил я. «Как сказать, как сказать?» «При чрезмерной тесноте страдают отношения между соседями». «Ну что ж, большое спасибо вам за помощь», — сказал я. «Не за что, не за что. Жаль, что не могу больше ничего для вас сделать». «На очереди было кафе «Пикси». «Я увидел довольно обширное меню, однако сейчас мне могли предложить только чашку чая». «Как назло, они страшно извинялись. Грузовик, который должен был доставить продукты на этот день, сломался где-то в северной части Лондона, поэтому им буквально не из чего готовить. «После этого я поверил наконец тому, что говорил мне мистер Беллоу про переулок Потта». «Приблизительно в эту пору круг моих знакомых пополнился еще одной странной личностью. Я уже не один месяц работал у мистера Роммели, и он полностью доверял мне. Время от времени посылал меня в Ист-Энд за свежими партиями рептилий, амфибий и тропических рыбок. Мы покупали их у оптовиков, тогда как хозяйство, которому фактически принадлежал магазин, снабжало нас всеми необходимыми пресноводными экземплярами. Я полюбил эти вылазки в сумрачные лавки на задворках, с ящерицами в больших ящиках, с полными корзинами черепах, с зелеными от водорослей протекающими аквариумами, населенными лягушками, тритонами и саламандрами. Во время одной из таких поездок в Ист-Энд я и познакомился с полковником Энстратором. Мистер Роммели послал меня к Ван-Ден-Готу, крупному оптовику, который специализировался на импорте из Северной Америки рептилий и амфибий. Мне было поручено привезти полторы сотни расписных черепашек, этих прелестных препноводных рептилий с зеленовато-коричневым карапаксом и красно-желтыми полосками на коже. Каждый детеныш был величиной с монету. Они пользовались у нас большим спросом, как подходящий подарок для детей в городских квартирах. Итак, я отправилась в Ист-Энд, где меня принял сам мистер Ван-Ден-Гот, весьма тучный мужчина, этакий орангутан, вылепленный из воска. Он поместил моих черепашек в картонную коробку, выложенную мхом. Затем я попросил разрешения посмотреть, чем он еще располагает. «Валяй!» — сказал он. «Валяй!» После чего проковылял обратно к своему креслу, развернул голландскую газету, засунул в рот сигару и предоставил меня самому себе. Я бродил по лавке, рассматривая красивых змей, пока не застыл в восхищении перед террариумом с ярко-зелеными игуанами, которым сережки и прочие кожные выросты придавали сходство со сказочным драконом. Поглядя на часы, я с ужасом обнаружил, что задержался сверх положенного на целых полчаса. А потому схватил свою коробку с черепашками, попрощался с мистером Ван Ден Готом и поспешил на автобус. В спешке я, увы, не обратил внимания на то, что от влажного мха, которым мистер Ван Ден Гот выложил коробку, дно ее успело промокнуть, пока я любовался его товаром. В итоге, когда я поднялся в автобус на второй ярус и уже приготовился сесть, дно вывалилось, и на пол обрушился каскад черепашек. Мне повезло, что на этом ярусе кроме меня был только один пассажир, по-военному подтянутый, стройный седаусый мужчина с моноклем, безукоризненного покроя в грубошерстном костюме и мягкой шляпе. Петлицер дело гвоздика, в руке он держал ротанговую трость с серебряным набалдашником. Я лихорадочно ползал по полу, отлавливая черепашек, но эти малютки способны при желании двигаться с невероятной скоростью, и численное превосходство явно было на их стороне. Внезапно одна черепашка помчалась по центральному проходу и наткнулась на ногу мужчины с моноклем. Почувствовав, что кто-то царапает его начищенный башмак, он посмотрел вниз. «Ну все», — подумал я, «жди неприятностей». Мужчина поправил монокль и уставился на малютку, которая силилась взобраться на носок башмака. «Боже мой!» — воскликнул мужчина. «Расписная черепашка!» «Хриземиспикта!» «Сто лет не видел!» Он повернул голову в поисках источника, откуда возникла крохотная рептилия, и узел меня, ползающего в окружении, разбегающихся во все стороны черепашек. «Ха!» — воскликнул он. «Эта малютка твоя?» «Да, сэр!» — признался я. «Извините, ради бога! У моей коробки вывалилось дно!» «Видит, бог тебе не повезло!» «Э, да, есть немного!» Он подобрал черепашонка, который успел таки вскарабкаться на его башмак и направился ко мне. «Держи!» — сказал он. «И давай я помогу тебе. Перекрою пути дезертира. Вы очень любезны!» — отозвался я. Он опустился на четвереньки по моему примеру, и мы стали вместе ловить разбежавшихся по полу автобуса черепашек. «А то его!» — восклицал он то и дело. Вон тот проказник юркнул под сиденье. А когда одна черепашка устремилась прямо на него, он прицелился тростью и крикнул «Бабах! Назад, сэр! Иначе вам не поздоровится!» Минут за пятнадцать нам удалось наконец вернуть всех черепашек в коробку, и я кое-как залатал ее носовым платком. «Большое спасибо, сэр!» — сказал я. «Боюсь, вы испачкали брюки!» «И не жалею!» — отозвался он. «Нисколько не жалею! Давно уже не доводилось так охотиться!» Поправил монокль, он воззрелся на меня. «А теперь скажи, для чего у тебя полная коробка черепашек?» «Я... Я работаю в зоомагазине, и вот только что забрал их у оптовика. «Понятно!» «Ты не против, если я сяду поблизости, и мы поболтаем?» «Нет, сэр!» — ответил я. «Конечно, не против!» Он опустился на сиденье напротив, поставил трость между коленями, оперся подбородком на набалдашник, и задумчиво посмотрел на меня. «Зоомагазин, — говоришь?» «Гммм...» «Ты любишь животных?» «Да, очень люблю!» «Больше всего на свете!» «Гммм...» «А что еще есть в этой вашей лавке?» — спросил он. В его голосе звучал искренний интерес, и я рассказал ему, чем богат наш магазин. Я рассказал про мистера Роммели, и уже был готов изложить историю мистера Бэллоу, однако воздержался, поскольку дал клятву хранить секрет. Когда мы доехали до моей остановки, я поднялся с сиденья. «Простите, сэр!» — сказал я. «Но мне тут выходить!» «Ха!» — произнес он. «Ха!» «И мне тоже!» «Мне тоже!» Было совершенно ясно, что это вовсе не его остановка, просто ему хочется еще поговорить со мной. Мы спустились на тротуар. Благодаря довольно свободному и эксцентричному воспитанию, я вполне представлял себе коварные уловки гомосексуалистов. Знал, например, что даже джентльмены с моноклем и военной выправкой бывают не без греха. И то обстоятельство, что он вышел из автобуса не на своей остановке, настроило меня не в его пользу. Я решил быть настороже. «Ну и где тут твой зоомагазин?» — спросил он, вращая трость двумя пальцами. «Да вон он, сэр!» «Ага! Так я пойду с тобой вместе!» Он зашагал по тротуару, разглядывая витрины магазинов. «Скажи-ка», — заговорил он, «чем ты занимаешься в свободное время?» «О, я хожу в зоопарк, в кино, в музей» и так далее. «А в музее наук бываешь?» «Там, где всякие действующие модели и другие экспонаты». «Мне очень нравится этот музей», — ответил я. «Нравятся модели». «В самом деле?» «Точно!» Он уставился на меня через моноклю. «Стало быть, тебе нравится играть?» «Играть?» «Пожалуй, это слово подходит». «Ага», — произнес он. Мы остановились у двери аквариума. «Вы уж извините меня, сэр», — сказал я. «Я... я и так уже опаздываю». «Догадываюсь, догадываюсь». Он достал бумажник и извлек из него визитную карточку. «Вот моя фамилия и адрес. Если надумаешь навестить меня как-нибудь вечером, то играем вместе». «Большое... Большое спасибо, сэр», — ответил я, прижимаясь к стене спиной. «Не за что. И так буду ждать тебя. Можешь не звонить заранее. Просто приходи. Я всегда дома. Любое время после шести». И он удалился по военному чекани-шах. Ни малейшего намека на жеманность и женоподобие. Но и я был не настолько целомудрен, чтобы не знать, что не только эти черты отличают гомосексуалиста. Засунув в карман визитную карточку, я вошел в магазин. «Где ты пропадаешь, озорник?» — спросил мистер Роммели. «Извините за опоздание», — ответил я. «Но... но у меня приключился несчастный случай в автобусе. У коробки вывалилось дно, и все черепашки высыпались. И хотя один полковник вызвался помочь мне поймать их, все же получилась задержка. «Извините меня, мистер Роммели. Прошу вас». «Ладно, все в порядке», — отозвался он. «Сегодня к нам заходило мало народу. Совсем мало. Я уже приготовил аквариум, так что можешь поместить их туда». Так я и поступил. Потом посмотрел, как черепашки плавают в своей новой обители, после чего достал карточку полковника и прочитал. «Полковник Энстраттер, 47, Белмьюз, Саут-Кенсингтон». Кроме адреса, был еще номер телефона. Приозмыслив, я обратился к мистеру Роммели. «Случайно вы не знаете некоего полковника Энстраттера?» «Энстраттер, Энстраттер», — мистер Роммели нахмурил брови. «Вроде бы нет». «Хотя...» «Постой, постой!» «Где он живет?» «Белли Мьюз», — сказал я. «Это он!» «Это он!» — радостно воскликнул мистер Роммели. «Да-да, это он!» «Бравый воин и прекрасный человек!» «Это он помог тебе отловить черепашек?» «Он!» — ответил я. «Ага, это в его духе!» «Всегда готов помочь в беде другу!» «Такие, как он, в наше время редкость!» «Большая редкость!» «Стало быть, он человек известный и почтенный!» «Осведомился я!» «Конечно, конечно!» «Его там все знают!» «Знают и любят старого полковника!» «Поразмыслив над услышанным, я решил, пожалуй, как-нибудь воспользоваться приглашением полковника Энстраттера!» «В крайнем случае, — сказал я себе, — «если что, всегда могу позвать на помощь!» И хотя полковник сказал, что звонить не обязательно, я решил соблюсти тон и через несколько дней набрал его номер. «Полковник Энстраттер?» — спросил я. «Да, он самый!» «Кто это?» «Кто говорит?» «Это... моя фамилия Даррелл». «Ответил я. «Мы познакомились с вами в автобусе на днях. Вы были так добры, помогли мне ловить черепашек». «А-а-а, да-да!» — сказал он. «Точно!» «И как теперь поживают малютки?» «Отлично!» — сообщил я. «Поживают очень хорошо!» «Я тут подумал о том, может быть, воспользоваться вашим любезным приглашением навестить вас?» «Ну, конечно, дружище!» «Конечно!» «Буду счастлив!» «В котором часу ты придешь?» «Ну, а когда вам удобно?» «Приходи около половины седьмого», — предложил он. «Как раз к обеду!» «Большое спасибо!» — ответил я. «Непременно приду!» «Белмьюз» оказался коротким тупиком с булыжной мостовой и четырьмя домиками на каждой стороне. Но что такое? Номером сорок семь были обозначены двери сразу четырех строений. Откуда мне было знать, что все они принадлежали полковнику? Что он соединил их вместе и с присущей военному человеку страстью к порядку присвоил им один номер. Помешков, я постучался, наконец, в ближайшую дверь и стал ждать, что из этого выйдет. А сам в это время думал о том, как это нелепо. В тупике длиной от силы двести метров четыре дома значатся под одним номером сорок семь. И где все остальные номера? Видимо, разбросаны по разным улицам и переулкам по соседству. «Да», — сказал я себе, — «несладко приходится почтальону в Лондоне». Тут дверь, в которую я постучался, распахнулась, и я увидел перед собой полковника. На нем была бутылочно-зеленая домашняя куртка с лацканами из муарового шелка, и в одной руке он сжимал огромный нож. В испуге я сказал себе, что, кажется, мне вовсе не следовало приходить сюда. «Да, Аррел», — молвил он, вставляя в глаз монокль. «Видит Бог, ты пунктуален». «Знаете, я сперва запутался», — начал я. «Ага, тебя сбила с толку цифра сорок семь. Она всех вводит в заблуждение. Помогает ограждать мое уединение. Входи же, входи». Я вошел бочком в холл, и он затворил дверь. «Рад видеть тебя», — сказал полковник. «Следуй за мной». И он затрусил через холл, держа нож в поднятой руке так, словно вел в атаку кавалерийский полк. Я успел приметить стоячую вешалку из красного дерева и несколько эстампов на стене холла. Затем мы очутились в просто, но уютно обставленной гостиной значительных размеров, с множеством сложенных стопками книг и с цветными репродукциями на стенах, изображающими различные военные мундиры. За гостиной помещалась просторная кухня. «Извини, что подгоняю тебя», — выдохнул он. «Но у меня стоит в печке пирог, и не хотелось бы, чтобы он подгорел». Он устремился к печке и заглянул в духовку. «Ну так, все в порядке», — облегченно произнес полковник. «Отлично, отлично». Он выпрямился и посмотрел на меня. «Ты любишь бифштекс и пирог с почками?» «Э-э-э, конечно», — ответил я. «Очень люблю». «Прекрасно. Сейчас все будет готово. А пока присядь и выпей что-нибудь». Он провел меня обратно в гостиную. «Садись, садись. Что будешь пить? Херес? Виски? Джин? У вас, э-э-э, не найдется какого-нибудь вина?» «Вина? Конечно, найдется». Он достал бутылку, откупорил и налил мне полный бокал рубинового сухого бодрящего вина. Мы посидели минут десять, болтая о том, о сём, преимущественно о черепахах. Затем полковник посмотрел на часы. «Пора», — заключил он. «Должно быть, всё готово. Ты не против, если мы поедим на кухне? Так будет намного проще». «Конечно, не против. Что вы?» — заверил я. Мы вернулись на кухню, и полковник накрыл на стол, приготовил картофельное пюре, положил на мою тарелку и взгромозил сверху бифштекс и порядочную порцию пирога с почками. «Налей себе ещё вина», — предложил он. Бифштекс и пирог были великолепны. Я спросил полковника, сам ли он всё приготовил. «Сам», — ответил он. «Пришлось научиться готовить после смерти жены. И ведь это совсем не сложно, если захотеть. Немножко разных трав, всякие приправы творят чудеса. Ты умеешь готовить?» «Ну, это как посмотреть», — сказал я. «Мама научила меня кое-чему, но серьёзно я этим не занимался, хотя люблю готовить». «Я тоже», — откликнулся полковник. «Я тоже. Отдыхаю душой». Когда мы управились с бифштексом и пирогом, он достал из холодильника мороженое. После мороженого полковник откинулся в кресле назад и с довольным вздохом погладил себя по животу. «Хорошо», — произнёс он. «Хорошо. Я ем только один раз в день, зато основательно. Как насчёт бокала портвейна? У меня есть совсем неплохие марки. Мы выпили рюмку другое портвейна, и полковник закурил тонкую манильскую сигару. Покурив и допив портвейн, он решительно вставил в глаз монокль и посмотрел на меня. Как насчёт того, чтобы подняться наверх и поиграть? «М-м-м, о какой игре вы говорите?» Осторожно справился я, полагая, что сейчас может начаться ухаживание, если он к этому расположен. «Силовая игра», — ответил полковник. «Поединок умов, модели. Ты ведь любишь такие игры?» «Ну да», — сказал я. «Тогда пошли», — распорядился он. «Пошли». Мы снова проследовали через холл, затем поднялись по лестнице в небольшое помещение, которое явно служило мастерской. У одной стены стоял верстак, над ним висели полки с красками в банках, паяльниками и всякими таинственными предметами. Судя по всему, полковник был не прочь что-нибудь смастерить на досуге. Тем временем он распахнул следующую дверь, и моему взору открылось поразительное зрелище — огромное помещение площадью примерно 20 на 25 метров. Как я понял, его составили соединенные вместе верхние комнаты всех четырех домов, принадлежащих полковнику. Но больше размеров меня поразило то, что находилось в этом зале. В обоих концах стояло по крепости и стопье-маше высотой около метра, шириной около полутора метров. Вокруг крепостей выстрелились сотни поблескивающих оловянных солдатиков в яркой униформе, и рядом с ними стояли танки, военные грузовики, зенитные пушки и прочие виды оружия. Словом, готовое поле битвы. — Ага. — полковник радостно потер руки. — Удивил я тебя. — Видит Бог, — отозвался я. — Пожалуй, я в жизни не видел столько оловянных солдатиков. — Не один год собираю, — сообщил полковник. — Не один год. — Я покупаю их прямо на фабрике, покупаю некрашенные и раскрашиваю сам. Так оно куда лучше получается, почище и поаккуратнее, и более реалистично. Я наклонился, поднял одного солдатика и убедился в правоте полковника. — Обычно оловянные солдатики раскрашены кое-как, но над этим поработала искусная рука. Можно было даже различить выражение лица. — Ну так, — сказал полковник. — Теперь мы сыграем, начнем с короткого гейма, проведем, так сказать, репетицию. — Конечно, когда ты освоишься, можно придумать что-нибудь посложнее. Изложенные им правила игры оказались достаточно простыми. У каждого участника была своя армия. Соперники бросают кости, и тот, кто набрал больше очков, начинает игру в роли нападающей стороны. Он снова бросает кости и в зависимости от числа выпавших очков передвигает любой из своих батальонов в желаемом направлении и открывает огонь из полевых пушек или зенитных орудий. Пушки были снабжены пружинками и стреляли спичками. Пружинки были на редкостью пругими, и спички с невероятной скоростью летели через весь зал. Там, где они падали, все в радиусе 10 сантиметров считалось выведенным из строя. Так что прямое попадание в какой-нибудь отряд наносило противнику существенный урон. У каждого участника была маленькая мерная лента, которой он определял пораженную площадь. Я был в восторге от этой затеи, особенно потому, что она напомнила мне игру, которую мы сами придумали, когда жили в Греции. Мой брат Лесли, чье увлечение пушками и кораблями не знает пределов, собрал целую флотилию игрушечных линкоров, крейсеров и подводных лодок, которые мы расставляли на полу и устраивали морской бой. Но в отличие от игры, придуманной полковником, мы поражали цель стеклянными шариками. Требовался острый глаз, чтобы на неровном полу попасть шариком в крейсер. «Итак мы бросили кости, и мне выпало быть агрессором». «Ха!» — воскликнул полковник, проникаясь воинственным пылом. «Мерзкий гун!» «Цель маневра заключается в том, чтобы попытаться захватить крепость противника?» — справился я. «Что ж, попытайся!» — ответил он. «Или попробуй разрушить ее, если сумеешь». «Я скоро понял, что в этой игре важно отвлечь внимание противника от одного из флангов, чтобы быстро продвинуться там, когда он этого не ожидает». «Подвергнув его войско непрерывному артиллерийскому обстрелу, спички так и летали по воздуху, я одновременно передвинул два батальона вплотную к его передовой. «Злодей!» — кричал полковник всякий раз, когда ему приходилось измерять площадь вокруг упавшей спички. «Грязная свинья! Проклятый гун!» Лицо его заметно порозовело, и глаза увлажнились так, что он был вынужден то и дело протирать монокль. «Ты чертовский меток!» — негодовал он. «Вы сами виноваты!» — кричал я в ответ. «Собрали в кучу все свое войско. Идеальная мишень! Это входит в мою стратегию. Не учи меня стратегии. Я старше тебя и по возрасту, и по званию». «Как вы можете быть старше по званию, если я командую целой армией?» «Без дерзостей, самонадеянный мальчишка!» «За два часа игры я почти полностью уничтожил войско полковника и утвердился перед самой крепостью». «Сдаетесь?» — крикнул я. «Никогда!» — ответил полковник. «Никогда! Сдаваться проклятому гонну ни за что на свете! Что ж, тогда я ввожу в бой саперов». «Это еще зачем?» «Чтобы взорвать вашу крепость». «Крепость взрывать нельзя!» — возразил полковник. «Это не по правилам». «Ерунда!» — ответил я. «Во всяком случае немцы никаких правил не соблюдают». «Грязный прием!» — взревел он, когда я успешно взорвал его крепость. «Теперь сдаетесь?» «Нет!» «Я буду стоять до последнего!» «Проклятый гун!» — крикнул полковник, лихорадочно ползая на четвереньках по полу и передвигая своих солдат. «Однако, как он не отбивался, я загнал остатки его войска в угол и окончательно разгромил. «Боже мой!» — выпалил полковник, вытирая вспотевший лоб. «В жизни не видел такого боя!» «Как тебе удается стрелять так метко, если ты впервые играешь в эту игру?» «Ну, у нас была похожая игра, только мы поражали цель стеклянными шариками», — объяснил я. «Главное — точно оценивать расстояние и направление в стрельбе». «Черт возьми!» — сказал он, глядя на свою разгромленную армию. «Однако мы славно поиграли и славно сразились. Сыграем еще раз?» И мы продолжали играть, и полковник все сильнее горячился. Наконец, я взглянул на часы и обнаружил к своему ужасу, что уже час ночи. Очередной бой был в разгаре, а потому мы оставили все, как было, и на другой день я снова пришел вечером к полковнику, и мы довели игру до конца. С той поры я проводил у него два-три вечера в неделю, и мы сражались на полу огромной комнаты. И он получал от игры великое удовольствие, почти такое же, как я. Но вот однажды мама объявила, что нашла, наконец, подходящий дом, можно уезжать из Лондона. Я здорово огорчился. Приходилось расстаться со своей работой и с друзьями, мистером Беллоу и полковником Эн Страттером. Мистер Роммели страшно расстроился. — Никогда мне не найти достойную замену, — сказал он. — Никогда. — Что вы, кто-нибудь найдется? — заверил я его. — Только не такой мастер, как ты, оформлять аквариумы и витрины. Не знаю даже, что я стану делать без тебя. В день окончательного прощания он со слезами на глазах преподнес мне кожаный бумажник, стесненный внутри надписью с золотыми буквами. Джеральду Дарреллу от товарищей по работе. Я был малости задачен, поскольку кроме нас двоих в лавке никто не служил. Но, видимо, он посчитал, что так будет лучше. Горячо поблагодарив его, я в последний раз прошел по переулку Потта, направляясь к лавке мистера Беллоу. — Жаль, что ты уезжаешь, парень, — сказал он. — Право, очень жаль. — Вот. Это тебе маленький подарок на прощание. Он вручил мне маленькую квадратную клетку, в которой сидел самый желанный для меня предмет из его коллекции — красный кардинал. Я был потрясен. — Нет, вы в самом деле отдаёте его мне? — спросил я. — Конечно, отдаю, парень. — Конечно. — Но вы уверены, что сейчас подходящее время года для такого подарка. Мистер Беллоу хохотнул. — Уверен, — ответил он. — Разумеется, подходящее. Я простился с ним, а вечером отправился к полковнику, чтобы в последний раз сыграть в его любимую игру. После игры я отдал ему выиграть. Мы спустились вниз. — Знаешь, дружище, я буду скучать по тебе. Сильно скучать. — Но ты поддерживай связь, ладно? Не забывай. У меня тут... Маленький сувенир для тебя. И он вручил мне плоский серебряный портсигал. Я с удивлением прочёл выгравированную надпись «С любовью от Марджори». — О, не обращай внимания, сказал полковник. — Надпись можно удалить. Подарок одной женщины, которую я когда-то знал. Думаю, тебе понравится. Памятный сувенир. — Большое... Большое спасибо, сэр! — произнёс я. — Не за что, не за что. Он высморкался, протёр монокль и подал мне руку. — Что ж, удачи тебе, дружище. Надеюсь, мы ещё как-нибудь увидимся. Мне не пришлось его больше увидеть. Он умер спустя несколько месяцев. Субтитры создавал DimaTorzok